Реакция YouTube Design на открытие WWDC 2019 Пилоты ВМФ США рассказали о встрече с НЛО Как Илья Бирман сделал адресные таблички для Челябинска? Как Илья Бирман сделал адресные таблички для Погнали! Подудю, напоминаю, просто будет тишина. Причем именно смешно-то то, что именно как раз когда вот эта тишина, там-то все еще музыка играет. То есть я всегда так монтирую, что видео с заставочкой она закончилась, а звук еще чуть-чуть идет. Вот, и мы как бы из звука начинаем говорить по сальничу, который под риф гитарный начинает накидывать, что с вами подкаст DisgustionMan или там DisgustionMan.com. То есть мы тоже чуть-чуть гении, вот. И когда мы говорим, что подудю тишина, это реально не соответствует действительности, потому что там все еще продолжается звук из отбивки. Я напоминаю, что это испорно звук, как нам скинули. Да, они его просто оттуда же взяли, так скажем. То есть из другого ролика. Мы взяли из форно, в смысле. А не из предыдущего своего ролика. Вот. Ну, круто, круто. Мы, в принципе, приветствуем вас, как обычно, уважаемые слушатели и зрители, на подкасте «Суровый веб» от проекта «Ювебдизайн». Сегодня у нас 203 выпуск. На часах 4 июня 27 минут первого, то есть пол первого уже по Челябинску. Сегодня такой достаточно поздний, но еще как бы не сильно заходящий, так сказать, за, не знаю куда, за куда-нибудь. За рамки какие-то нормальные. Да, за рамки нормальные. Вот. Меня зовут Александр Гончаров. Меня зовут Никита Тарасов. Мы максимально сегодня попытаемся сделать этот подкаст «Слушатель-френдли». Вот. Но сегодня будут некоторые дизайновые темы, такие как «Никита, как тебе интерфейс новой iOS», например, или такие как «Как тебе новые адресные таблички, которые Илья Бирман сделает для Челябинска». Вот. К сожалению, придется представлять себе. То есть немножко придется развить фантазию все равно. Да. Мы очень любим наших слушателей. Будем стараться это, ну, как бы поменьше оргазмировать от увиденного и как бы, ну, больше к сути дела, так сказать, переходить. Вот. Но как бы, в общем-то, полный экспириенс вы можете получить на YouTube, посмотрев наш подкаст. В принципе, это интересно. Вот. Если вы какой-то хотели именно выпуск посмотреть, ну, как бы, все, слушали слушатели, думаете, блин, надо посмотреть, вдруг там пацаны что-то показывают. Вот 203-й – это тот, который можно посмотреть. Тут реально будет классно. Представляешь, вот реально слепые люди, для них подкасты – это как YouTube для зрячих. То есть для них типа радио – это как телек, понимаешь, да? Ага. Типа бесконечное просто зомбирование. Подкасты, их можно включить-выключить, как YouTube-ные ролики. Ну да, я понял аналогию. Ну, слушай, респект всем незрячим, кто нас слушает. Потому что, блин, если что и слушать, когда вы незрячий, то подкаст – суровый веб, я так считаю. Но не радио же реально слушать. Так вот именно, вот именно. Тем более у нас длинные подкасты, не знаю, как сегодняшний пройдет. Так что да, есть что послушать, есть что послушать. Да. Давай так, смотри. Перейдем к «Есть что». Да, вот перейдем к «Есть что». Например, если, опять же, если вы пилот ВМФ США или ВНЛО, то напишите нам на worksobaka.uvizan.ru. Может быть, мы с вами договоримся, расскажем, там, не знаю, что-нибудь про вас, о вас. Скажем еще какие-нибудь подробности, кроме вот той темки, которая у нас будет сейчас, потому что, сдается мне, что что-то здесь нечисто, по крайней мере, по заголовку. Нечисто. Короче, это новость, просто новостная абсолютно темка. Пилоты ВМФ США, ВМФ – это военно-морской флот, я напоминаю, рассказали о встрече с НЛО. Казалось бы, причем здесь военно-морские вообще силы. Но это именно те чуваки, которые на самиках, на самолетиках, гоняют, знаешь, короче, взлетают с кораблей. Ну да, я могу себе представить, у меня «Есть» в таком служил как раз, так что да. А он именно взлетал с кораблей, или он в корабле был? Нет, он взлетал, он пилот. Блин, ну короче, звучит как что-то крутое на самом деле. И вот такие чуваки, вот такие чуваки докладывают иногда, что в натуре видят объекты, которые способны подниматься на высоту не менее 10 километров и двигаться со сверхзвуковыми скоростями. Здесь я бы подкорректировал, на самом деле, текст на шазу, потому что, скорее, они не способны подниматься на высоту, они, скорее, способны опускаться до высоты 10 километров нашей Земли, если вы понимаете, о чем я. Это нормально, да. Дальше интересно. У них уже нет базы где-то у нас тут. Если еще нет наркотиков в МФ пилотов, тогда да. Но, на самом деле, действительно, то есть вряд ли они под какими-то веществами, потому что все-таки они в этот момент находятся практически на службе, летят напряженные на самолете с огромной скоростью по каким-то, там, непростым маршрутам, траекториям и так далее. Поэтому, думаю, для них все-таки, скорее всего, трезвое состояние – это их привычное состояние в полете. Они видят вот какие-то такие летающие объекты. Значит, и тут мне нравится. Это классическая шутка, на самом деле, про то, что всегда, когда видят НЛО, то происходит следующее. Вот уже 2019 год. Уже у всех камеры? Уже у всех камеры? С тремя камерами, твою мать. Уже просто качество любой фотки, уже на любое говно сфоткаешь, вот на тостер сфоткаешь, уже будет такое качество охрененное. И все равно видосы, я понимаю, что 2015 год еще тогда не было так, но все равно видосы, когда, короче, в темноте, в говне, в дерьме, какие-то маленькие, какие-то тарелки вдалеке что-то летят. И все как в темноте, в какой-то непонятной, с помехами какими-то, короче, здесь так же. И здесь чувак просто снимает реально, ну, как будто летающую тарелку, очень похоже на летающую тарелку, где-то в темноте, в небе летит она. Он говорит другому по рации, что типа нифига, смотри, чувак, что летит. И там тарелка реально, вот реально она ложная, переворачивается с пуза на спину там и так далее, и боком может лететь по-всякому. Вот, значит, и вообще, короче, лейтенант ВМФ и пилот Райан Грейвс в принципе говорит, что типа на военных самолетах десятилетиями пока видны странные вещи. Мы занимаемся сложными миссиями, поднимаемся на высоту до 10 километров и направляемся вниз. На этой высоте встретить что-то вообще, в принципе, это большое дело. И поэтому то, что они там что-то встречают, это, скорее всего, в натуре корабли пришельцев, как здесь написано. Вот. Ну, понятно, что никто не уверен, это ничего не доказано. Может быть, это какие-то феномены, так называемые. То есть, ну, имеется в виду блики солнца, об облака, там, вы знаете. Либо это какие-то, не знаю, может быть, русские самолеты летят. Кто его знает? Опять же, мы не знаем. Может быть, китайские дроны какие-то летят. Но, в принципе, пока остается загадкой. Вот такая новость. Кстати, на заглавной картинке здесь прям мужик с ЛТ-шным монитором смотрит на прям вот реально пришельцев, которые прилетели уже к нам. У меня есть три комментария. Первое. Там, где вот мужик стоит с ЛТ-шным монитором, мне это напоминает, как мы с Ефремовыми ездили в Тюлюк. Там просто примерно такая же была картина. То есть, там на холме такая деревенька. Ты имеешь в виду примерно такая же картина, что зависли два корабля пришельцев. Смешно. Ну, это просто... Помнишь, мы с тобой смотрели Челябинск в Киберпанк 2077 отделки? Да, да. Вот. И там просто пририсованы как бы были штуки к реальным. Вот тут просто тоже реально пририсованы эти штуки. Мне, на самом деле, чем запомнился тот момент, когда вот я был в этом Тюлюке? Тем, что ты там стоишь на пригорке, и вся деревня и смог. И как бы мы поражали, что именно такой же смог, как в городе. А по факту просто все бани топят, но выглядит как будто реально просто всё в дыму, потому что так и есть. Вот. Это смешно. Это первое, о чём я вспомнилась. Второе, это то, что там написали, что никаких вещественных доказательств внеземного происхождения объектов нет. Вещественных, в смысле, веществ не нашли как бы у... Опять же... У лейтенанта Грейфса. Да, 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 да. Поэтому, да. И третий, третий, я сейчас вот попытался параллельно у нас в чатике веб-дизайновом спросить про мем, потому что недавно, ну как недавно, может быть в течение месяца последнего, то есть в принципе найти уже нереально. Вот. Но в течение последнего месяца кидали картинку, на которой именно упоротый солдат немецкий во Второй мировой войне, вот, у него именно суперглаза такие дикие, вот, и подпись, когда первитин уже раздали, а наступление отменили. А, я понял, я понял. Вот. И первитин это как бы, ну, наркотики, которые давали именно немцам, то есть они какие-то там кокаиноподобные, то есть я точнее не скажу, может быть они и другие, но по-моему просто опиаты. Вот. И там именно я сильно орал с этой картинки, потому что смешно. Вот. И я пытался ее сейчас найти, чтобы тебе скинуть, чтобы поржать, но не нашел, и Google тоже мне не помог. Вот. И, ну, тупо. Я нашел с графом Дуку картинку смешную, которую я кидал. Получается это два, это два комментария уже или три комментария, кто ты хотел сказать? Это три, три. Первый про картинку, второй про вещественные доказательства и третий непосредственно про вещества. Ага, ага. Но у меня есть какие комментарии. В принципе, допустим, представим, что есть НЛО. Представим, что есть НЛО. Вопрос, зачем они летают там, где летают чуваки ВМФовские, то есть над океанами, потому что они там плавают. Типа это супер тупо, скорее всего, со стороны НЛО. А смотри, какая у них цель. Понимаешь, если у них цель припугнуть, так сказать, или там как-то сообщить о том, что они есть, ну или там, ну неважно что, или они троллят просто как бы, ну то есть припугнуть опять же, то тогда это обратно. Они специально еще себя на плохое видео записывают и выкладывают в видосы, чтобы... Ну, конечно. Они специально ухудшают видео. Так. Чтобы как бы, ну, не сильно можно было различить. Чтобы потом все писали, вау, что это такое, чувак, ты только посмотри, как оно летит. Вот да, именно так. Короче, мы ожидаем комментариев, которые, естественно, от вас вряд ли последуют, либо в трансляции, либо под видосом, или где вы это смотрите. Просто интересно, что, как вы считаете вообще, может быть такое в реальной жизни или нет. Верите ли вы? Я просто смотрю именно этот ролик, извините, что перебиваю, и там как бы он, несмотря на то, что именно в дерьмовом качестве, он все равно какой-то 60 FPS-ный. Я говорю, это странно, то есть, казалось бы, то есть... Я думаю, это из-за того, что супер-ночь. Я думаю, что да, это какое-то видение, включили там ночное, дневное, я не знаю. И там тарелки летят непосредственно на нас. Жуть какая. Вот так. Зря ты это посмотрел, я просто не советовал бы тебе, конечно. По... В смысле, ты думал, что одному тебе, так как сказать, это, но надо это пережить. Вот так. У Высоцкого есть такая строчка в одной из песен «Страшно аж жуть». Вот страшно аж жуть, короче говоря. Соглашусь. В принципе, я уже, видимо, дошел до того возраста, чтобы именно Высоцкого цитировать. Хотя, по идее, несмотря на то, что я все равно, ну, как бы я не жил при нем там и все такое, вот, но все равно ты в какой-то момент просто начинаешь именно ознакомливаться, видимо, и все равно начинаешь знать, и все. Ну, ну да, оно со старостью приходит. Хорошо, следующая тема. Лучший момент GTA San Andreas происходит не в San Andreas. Вот такая тема, просто не с хрена. Почему бы нет? Тоже из новостей, но на самом деле это ностальгическая тема. Я понимаю, что, может быть, никому, а не всем понравится, потому что вдруг... Ну, вдруг кто-то не играл в GTA San Andreas. Или вдруг кто-то... Это нелюбимая его часть, например, GTA. Ну, есть такие чуваки. Но мы немножко решили поностальгировать. В общем, в GTA San Andreas... Да, потому что мы гем. Да, в GTA San Andreas. Еще она, когда она вышла, она вышла в 2008, насколько я помню, что это такое, году. Было достаточно прикольно. Слушай, что-то ты в 2008 уже, по-моему, GTA 4 вышла. А, да, GTA 4 в 2008. Мне кажется, в 2005 все-таки. На 2004. В 2004 вышла GTA San Andreas, да. На 2004, да. Да, и тогда было очень круто вообще сделано. Мне кажется, даже по каким-то, не знаю, не то чтобы технологическим темам, но по каким-то просто вот... Это как ход в игре. Было круто сделано, что в GTA San Andreas одна из миссий, это была как бы отсылка к старому GTA Liberty City, соответственно. Что ты летишь и прилетаешь за того героя, за того персонажа, которым ты играешь всю игру в GTA San Andreas, прилетаешь за Рэмсить одну проблему в Liberty City. Это очевидная отсылка. И как бы, ну, ты фактически... Именно отсылка даже не столько к Liberty City, сколько к Vice City, потому что ты уничтожаешь семью Форелли, которая тебе как бы, ну, мешала, когда ты был в Vice City. То есть там... Причем? Это есть перекликание, так сказать, всех игр той части. Да, причем сама по себе миссия, это происходит в том месте, в котором мы в Liberty City. Одна из первых там миссий Liberty City. Тебе нужно мафиози взорвать, где он хавает в пиццерии. Да, да, Марк Пасбестро, если я не ошибаюсь. Да, и это как бы тебе максимально ностальгически делают. То есть если ты в натуре шаешь, то ты прям кайфанешь досвидосно. Плюс в этом Liberty City в этот момент зима. То есть нам намекают на то, что... Вообще Сан-Адреас это такой очень жаркий штат. Мы, типа, прилетаем, ну, с западного побережья в восточное и на восточном, ну, как бы, как в Нью-Йорке, по сути. Нормально зима есть, есть снег. Мне очень вот этот контраст прям запомнился. Прям вкусно очень сделано. Тебя привозят, по-моему, на такси как раз, Сиджи. Ну, кажется, да. И я не помню, насколько можно далеко убежать самому по миссии. Возможно, там даже какой-то таймер есть или что-то такое. Я вот не помню. Я тоже не помню, как именно тебя ограничивают там. Но как-то ограничивают. Там чуть ли ты внутри ролика ты заходишь туда, и ты внутри уже оказываешься. А когда ты уже выбегаешь, там уже заканчивается все. Да-да-да, ты сразу внутри, значит, да-да-да, точно. То есть тебя показывают, что привозят на такси. И сразу же, типа, ты заходишь в саму по себе пиццерию, там замачиваешь всех, и выходишь, и все, и ты уже летишь взад. Причем тоже уже летишь сам на самолетике. Да-да-да, там же еще, типа, ты на собственном самолете летишь. Да-да-да. Короче, и суть в том, что, во-первых, там надо было еще и долететь. То есть там достаточно далеко лететь. Ну, не то чтобы эта сложность, но просто надо было лететь, и лететь, и лететь. Здесь написано, что в GTA V тоже была некая такая отсылка. Но не столько к этому, сколько именно тоже надо было ехать в Северный Янгтон со снегом. Причем два раза подряд, спойлер, если кто-то в GTA V не проходил. В самом начале ты будешь в нем, как бы, и в самом, ну, в одном из конечных там миссий. Так что, что здесь еще есть такого прикольного? Ну, сам по себе автор Скотаку, так скажем, рассказывает, что круто было бы, если бы в GTA VI было бы так же классно, можно было бы увидеть отсылки к прошлым частям GTA. Это было бы прям супер замечательно, здорово, классно. Вот. Короче, я еще, да, хотел сказать, что тогда был именно хак. Как-то можно было бы походить по этому сделанному в Сан-Андреасе, внутри Сан-Андреаса Liberty City. Но, но здесь в статье написано, что это тупо комната одна сделанная. Вот я не помню, насколько это комната, потому что там можно было что-то походить, но, возможно, походить тоже в рамках комнаты определенной. То есть чуть-чуть куска города все-таки, но не более, не весь город вас создали, естественно. Нет, конечно, не весь. Вот. Но там какой-то, ну, пятачок целый, то есть там все равно это, ну, типа интересно было, да. Да, было прикольно, было прикольно. Но ты помнишь вообще вот эту миссию как, ну, с какими хотя бы эмоциями запомнил, что прикольное или похренное, или как? Я просто, ну, мы неоднократно проходили Сан-Андреас, я думаю. Мне кажется, мы даже вдвоем его раза два прошли. Один раз на стриме, один раз у Сани в пыльке. Сто куда уже мы там его прошли? Возможно. Мне видишь, не помнится, мы на стриме с тобой в итоге вот это. Я вот не помню, как мы на стриме. Ты так быстро прошли эту миссию. Может быть, это просто ты ее проходил, а я что-то сидел, чат читал? Ну, слушай, скорее всего, то, что проходил я, это стопудово, потому что я это помню. И перед ней, чтобы ты понимал, там была миссия, где надо именно этот самолет угнать. Я помню, там надо было спрыгнуть в него внутрь. Да-да-да, и она настолько минус-жопная, даже как бы вот сейчас, когда мы уже миллиард раз ее прошли, все равно каждый раз немножечко минус-жопа. Потому что там надо на более медленном самолете догнать более быстрый самолет, нормально. Да-да, там надо просто вовремя подрезать его, так сказать, и как бы, ну, там вывернуть, повернуть и так далее. Ну, короче, реально, минус-жопная. Что вот это ты после этого воспринимаешь как бы просто как релив. Да. И уже даже она не откладывается особо в голове, потому что там реально, там надо залететь, тупо всех перестрелять, вылететь как бы, и это все происходит ну, так быстро и скомканно, что, в принципе, я, конечно, запомнил это, ну, в первый момент, что, ааа, это же то самое место, там просто именно, повторюсь, да, там сначала ты в Liberty City, ну, в GTA 3, реально там взрывал чувака, когда он выходил в тачку, садился и взрывался. Вот. А во-вторых, тебе реально, когда именно ты в Y-City был, тебе каждый раз звонили Sony, вот этот вот, который потом приехал в самом конце, это спойлер, в Y-City. Так вот, он тебе звонил тоже именно из этого кафе каждый раз. Вот. И GTA 3, когда я первый раз играл в Soundreds, я GTA 3 не сильно, как бы, ну, знал и любил, в отличие от Y-City. Вот. И мне это именно вспомнило, что, ааа, это же отсюда он звонил там, тем более, что нам тут и анонсировали, что, типа, вот, это семья Форелли, надо ее там замочить и так далее. Вот. Я как бы именно и вспоминал, что, ааа, это же они там, т-т-т-т-т-т. И как бы вот, ну, это было прикольно. Да. Да. Вот если вспоминать именно мои первые впечатления, а потом уже, потом уже, конечно, это все воспринималось как Excel. То есть надо было пробежать, всех быстро убить, как бы, и быстрее вернуться, потому что, вот, да. Ну, согласен, согласен. Интересно, опять же, что напишут наши ностальгические слушатели и зрители. Может быть, тоже какой-то, может быть, свой любимый момент какой-нибудь с GTA San Andreas, может быть, другой, который связан с чем-нибудь таким интересным. Ну, или напишите, как обычно, что героя GTA 4 потом из байкеров потом убьют в GTA 5. Тоже интересно, как бы, послушать про этот отрывок. Это, конечно, да, это любимый отрывок наших зрителей и слушателей, поэтому, да. Особенно тех, которые на ОВД Геймс. Кстати, чуваки, ссылка в описании, ну, наверное, придется оставить ссылку в описании на ОВД Геймс, наш второй канал, на который мы в игры играем. Вот, там, там мы как раз, собственно, и проходили то, о чем я сейчас говорил, о том, да. Так, ну, дальше у нас блок, так скажем, блок смарт-тейп. Блок капитана очевидности. Да. Блок смарт-тейп, который нельзя никак пропустить. Это наш любимый хостинг. Вот, и я считаю, что все вы обязаны его употреблять. Каждый должен попробовать что-то, что ему подходит больше всего. То есть, если это какие-то мелкие сайтики для ваших клиентов, легаси, так скажем, которые вы сделали еще, там, пять лет назад, и как бы надо вам их сейчас поддерживать, и надо минимизировать расходы на хостинги, там, и так далее, на SSL-сертификаты, то безлимитный хостинг 2.0 у смарт-тейпа вам позволит это сделать. Тем более, техподдержка бесплатно перенесет ваши сайты. Если вы будете именно просто переходить на эту платформу, то они вам перенесут сайты на смарт-тейп. И там из ISP-панельки, кстати, из недавно открытых мной фич, хотя я как бы давно уже знал об этих фичах, но только сейчас недавно попробовал, можно выпускать Let's Encrypt'ы SSL-сертификаты просто в один клик. И не надо там как на ВПСках через серт-бота обновлять их каждые 3 месяца и так далее. Здесь смарт-тейп все будет делать за вас, причем бесплатно. Ну, собственно, Let's Encrypt'ы это же бесплатные сертификаты, поэтому вот здесь, собственно, это в полной мере можно проверить. И даже вот у вас там будет безлимитное количество сайтов, любое, действительно, с любым количеством баз данных и так далее, на все можно просто по одному клику делать SSL-сертификаты. И, в принципе, если у вас много таких Legacy-проектов, которые вы поддерживаете, там какие-нибудь сети закусочных, парикмахерских и так далее, когда вы еще просто сайтами занимались, то вот безлимитный хостинг 2.0 это как раз для этого решения. Если там какую-то свою штуковину деплоите, разворачиваете, можно VPS-ку купить, Jenkins накатить, и он будет там из вашего GitHub'а или GitLab'а собирать к вам на VPS'очку сразу ваш проект. Там все очень быстро работает, потому что VPS'ки есть на NVMe'шных SSD'шках новых, скорость чтения 3500 мегабит в секунду. Поэтому задумайтесь, задумайтесь обязательно. Это, в принципе, для любых, так скажем, нужд можно найти какие-то решения, даже если у вас небольшой стартап, можете арендовать свой сервак в стойке только для вас, который никто с вами не будет делить по непосредственным ресурсам. Можно даже новые i9-9900K суперразогнанные 16-ядерные процессоры даже такие арендовать с NVMe'шными, опять же, SSD'шками, которые в парах работают в рейде. Вот. Мне кажется, это полный майндблойинг, тем более всего лишь за 8000 в год. Это, ну, ой, господи, в год, в месяц. Не важно, это все равно ноль за такое оборудование. Если у вас стартап, который вам все-таки хоть сколько-нибудь денег приносит, то вы одним таким серваком, в общем-то, можете ограничиться, на нем по виртуализации поднять отдельно там базу данных, отдельно там сервер-привожение, отдельно что-то еще. Вот. И у вас будет полноценная инфраструктура за очень дешево. А вы уже, когда наберете обороты, там продадите это все клиентам, сможете спокойно уйти в амазоновские облака и весь свой бюджет, собственно, там просадить и разориться. И вернуться на смарт-тейп. Да, вернуться на смарт-тейп, уже непосредственно собирать на кикстартере на там, на воскрешение, как фениксы. Поэтому, блин, смарт-тейп реально на любое ваше действие, которое вы только можете придумать, даже за хлебом пойти, у смарт-тейпа тоже есть решение. Можно туду-приложение написать, захостить на смарт-тейпе и ходить за хлебом безболезненно, не забывать хлеб. Поэтому я считаю, что обязательно попробуйте. Реферальная ссылка есть в описании. Так что, кстати, чуваки, кто слушает сейчас и зрители, писька, жопа, дырка, хоп-хоп, внимание схватил. Хочу сказать, что если вдруг вы регистрировались на смарт-тейпе не по нашей реферальной ссылке, но хотите, чтобы нас поддержать, если вдруг вы клиент смарт-тейпа уже давно, можете мне в личку в телеге скинуть свои логины, я добавлю вас в нашу рефералку, и будет классно. Потому что вы все равно же платите смарт-тейп. Давайте просто, ну, какой-то там микропроцент будет нам идти с этой оплаты. Вам-то какая разница? Просто скажите свои логины, если вы клиент смарт-тейпа, даже если вдруг вы по нашей рефералке, не страшно, второй раз добавить вас все равно не получится. Я скоплю какое-то количество логинов, добавлю их, а то вдруг здесь есть сто тысяч человек, которые как бы клиенты смарт-тейпа, но они забыли по нашей рефералке зарегаться, и теперь они впустую свои деньги отдают. Отдавайте их в полную, поэтому youdesign.ru слэш смарт-тейп, там реферальная ссылка, просто под видео она есть, и мне в телеге в описании можете тоже написать, и как-нибудь там это. Договоримся, ты имеешь в виду, да, договоримся. Круто, круто. Я еще пользуясь случаем быстро расскажу, перед тем, как у нас будет жир идти, Apple жир. Можете, кстати, вот взять и в наш чатик в Телеграме вступать, youdesign.ru слэш about, там есть ссылка на приглашение в чат, заходите, потому что надо его иногда пополнять новыми людьми, несмотря на то, что там будет вас встретить очень теплая и домашняя атмосфера, но мы все равно всегда рады новым людям абсолютно. Кстати говоря, в новой версии Телеги обновленной стало можно к каналам добавлять чатики. То есть ты прям заходишь на канал, я видел, да, я видел. Кроме там Join и Mute кнопки снизу есть теперь кнопка Discuss, она ведет на наш чатик. То есть я на наш канал t.me.ru я добавил туда именно наш чатик, вот, и теперь, когда я об этом сказал, можно даже на ewebdesign.ru слыша бау от не идти, просто собака ewebdesign в телеге пишите, заходите на канал, жмете дисказ, вступаете в чатик. И подписывайтесь на канал, если еще не подписались. Потому что это, в общем, в принципе, преступление, если вы все еще не подписались. и наказание будет обязательно. Наказание будет самый большой смарт-тейп будете оплачивать по нашей реферальной ссылке принудительной. Нормально, нормально. Хорошо. Че? Давай, жир. Жду его. Давай, жир. У нас будет жир проходить, на самом деле, знаешь, я тебе предлагаю, предлагаю такой формат. Давай, ты сейчас конкурсы какие-нибудь должен придумать. Почти, почти, да, я тебе предлагаю такой формат специфический. Я тебе рассказываю о той или иной, да, о том или ином релизе или фиче какой-то. Так. И ты мне говоришь, вот что тебе нужно, вот тебе, Никите Тарасову, мне. Для того, чтобы начать этим пользоваться или купить там вот эту хрень и так далее. Что тебя останавливает, так скажем. Или наоборот, что меня не останавливает. Ну да, или что не останавливает. Давай, давай. Я буду вообще, не то, что Никита Тарасов, я буду лирический слушатель как бы. Это слишком неинтересно. Нужны личностные отношения. Я буду лирический слушатель Никиты Тарасов. А, ну все, все, тогда ладно, тогда ладно. Я в принципе всегда считаю, что у нас вот тот, кто темку рассказывает, он как бы, ну лирический докладчик, а второй всегда лирический слушатель. Потому что мы в принципе достаточно тупые вопросы друг другу задаем, которые как будто бы наши слушатели и зрители задают. Ну, мы просто тупые вопросы задаем, понимаешь? Это даже... Может быть, наши слушатели все понимают. У меня, вот, чтобы ты понимал, на macrumors.com контекстная реклама сверху. Цементовозы нового поколения. Хорошо, во-первых, не говновозы. Ну, и что? Google реклама, просто и бензовозы нового поколения. Что я такое искал в Google? Я думаю, что они посмотрели по ценам на Apple, которые ты хочешь потратить, и предлагают. Они предлагают более рентабельное вложение таких денег. Да, хотя бы с того, что ты будешь деньги снимать. Да, да, да. Хотя бы вот пару бензовозов, и, в принципе, за год можно купить Mac Pro новый. Ладно, к этому мы перейдем. Начнем, собственно, пойдем ровно так, как вообще шли сами Apple на своем Keynote. Для тех, кто не знает фактура, прошло открытие WWDC вчера, 3 мая. Вчера, это для меня вчера. Вы услышите, это уже там 8-го. Или там 7-го, неважно. Ну, короче говоря, вот 3 мая прошло открытие WWDC. Это ежегодная конференция Apple для разработчиков. То есть Apple выходит, рассказывает о своем новом ПО, о своих новых SDK. и encouraged, то есть, как по-русски. Как по-русски. Как ведь по-русски. Ну, как бы стимулирует разработчиков стороннего ПО творить под свои платформы. То есть вот так это происходит. Они их там кормят печеньками, кофе. За деньги, собственно, этих разработчиков. Еще билет туда стоит, там, пару тысяч баксов, по-моему, или там сколько, 800. Все для людей. Еще и хрен купишь. Все для комьюнити. Да, да, это точно. Так вот, и первое, что было, это трейлер нового сериала Apple'овского. Да, я видел. Какой-то про Россию опять. Там не про Россию, конечно. Там именно было про то, что американская NASA и космонавты посмотрели, что русские уже высадились будто бы на Луне. USSR. И типа все, полный отстой, нам надо их перегнать, там, сделать и так далее ради всего человечества. То есть вот СССР злые, они не ради всего человечества туда поехали, они вот только для себя, чтобы там хрущевок настроить на Луне. А вот американцы ради всего человечества полетят. Вообще, как тебе анонс какого-то такого вида контента на разработческой конференции? Что ты думаешь по этому поводу? Немножко странно, но это очень шоуно, так скажем. То есть это прям смотрибельно, короче. И это интертеймент. Спектакулар ты имеешь? Это спектакулар. То есть меня не тронуло само шоу, то есть достаточно похрен на него. Вот, но если бы они вжарили какую-нибудь последнюю сезон Игры Престолов, который еще не вышел бы, но они бы вжарили его, я бы, конечно, блин, я бы достал бы штуку свою. Подожди, то есть ты хочешь сказать, что именно вот это тебя не впечатлило? То есть если бы там был тоже оригинальный эппловский контент на какую-то другую тематику, то у тебя бы пристал... Я не скажу, меня не смущает, что это на конференции Apple для разработчиков показывают. Меня не смущает. Мне, как бы, я не разработчик, не Apple разработчик, тем более. То есть мне вообще... Мне классно, просто интертеймент хреначит, и мне нормально. То есть я был бы рад. Но я бы не сказал, что, видишь, я бы это не включил в оценочное суждение о конференции. В смысле, что, типа, а насколько они показали новых продуктов? Но если бы они вдарили нормально по сериалу, я бы оценил все равно. Да, ну, окей, это ответ. Это, в общем-то, это ответ. Сразу скажу, меня тоже это не, ну, как бы, не покоробило. Я транслировал, так сказать, ну, общее мнение, что, типа, как так? Хотя мы вот, например, сегодняшний подкаст в лучших традициях Apple тоже начали именно с околокосмических таких штуковин. Так вот именно. Ну, мы тут знатное плобое, честно. Если кто-то слушает нас первый раз и не знает про это, или не первый, а десятый, мы просто давно уже про Apple не говорили, то мы тут сейчас не будем сильно говном, так скажем, поливать, потому что мы сами с айфонами ходим, и нам нормально. А сами еще и на макбуке пишут это все. Поэтому... Да, поэтому мы, собственно, от вот этого трейлера переходим к первому анонсу. Это новая TVOS. Она тоже, собственно, под номером 13, потому что она на базе iOS, наверное, E. Вот. И, соответственно, это операционная система для Apple TV. Такой суперприставки для, собственно, телевизоров, которые уже, ну, есть версии Apple TV 4K. В Apple TV 4K есть HDR-контент для HDR-телевизоров 4K-шных. Вот. То есть, в принципе, ну, как бы такое популярное устройство, которое, кроме всего прочего, то есть кроме доступа к вашей iTunes-библиотеке, iTunes в широком смысле не только музыкальной, а именно вот фильмовой, оно будет предоставлять еще доступ к вашим фото, то есть, ну, там, через iCloud-ные библиотеки, к вашим всем приложениям, типа, знаешь, там, Asphalt 9 запустить на Apple TV и так далее. То есть, там, последний пультик как раз как контроллер можно использовать, ну, и так далее. То есть, вот эти все фишечки, про них мы уже, в принципе, знаем, я вот не буду сильно долго останавливаться. Так вот, из новинок это непосредственно они еще раз подогрели, что в осень выходит сервис Apple TV+, который, собственно, он подписочный, как любая подписка на Netflix, там, HBO и так далее, но он будет включать в себя, например, HBO. То есть, он, они, Apple договорились с крупными вендорами, вот, ну, не со всеми крупными вендорами. Но это в России не будет работать, правильно я понимаю, сразу же. Слушай, не готов ответить, вполне возможно, что к осени уже и будет. Ну, то есть, может быть, к запуску они как бы договорятся. Потому что, очевидно, когда первый раз анонсировали, анонсировали только для US, US only. Вот. Но это, конечно, не тот вопрос, на который я хотел бы тебе ответить, потому что... Ну, я как обычно, я же слушатель, как бы, Никита Тарасов. Поэтому я тебе задаю вопросы, на которые ты не можешь ответить. Вот. Но это, в общем, достойно того, чтобы я сейчас загуглил. В Apple TV Plus Origins есть прям такой запрос. Ты загугли, я пока начну чуть-чуть отвечать уже на твой вопрос, пока ты гуглишь. В смысле, отвечать на, вообще, на мое отношение к этому всему. А я уже не шел, крайне мало. То есть, США, Австралия, Бразилия, Канада, Франция, Германия, Мексика, Норвегия, Швеция и Великобритания. Вот почти, мы почти, почти, почти в Норвегии, почти в Великобритании. Даже Испании нет, там, и Италии, например, и Греции. То есть, даже не вся Западная Европа. Ну, то есть, самые страны Первого мира, я считаю, вообще, ты сейчас назвал. Ну, вот, да. И даже в рамках этих стран очень сильно разнится каналы непосредственно. Ну, то есть, условно, Amazon Prime Video есть везде. Вот, но есть, там, Blumberg есть везде. Вот, в европейских странах есть Euronews. Например, в Америке Euronews нет. Хотя, казалось бы, им что, жалко, что ли? Пропаганда, потому что должна быть своя. Ну, вот, да. Там, условные Moos TV, там, Red Bull TV и так далее, они тоже там плюс-минус везде. Блин, Red Bull TV, это очень круто. Я не шучу, вот в Германии есть Red Bull TV, причем во Франции его уже нет. Ну, это какая-то экстримовая, наверное, тема, там, именно скитбординг и так далее. Да, да, да. Зато во Франции есть канал Molotov. Оу, yeah. Вот, кстати, HBO тоже вот в Мексике и в Америке есть, а в Европе как-то вот нет. То есть, ну, очевидно, его и просто в Европе нет. Хотя, вот, например, у нас есть, опять же, А-Медиатека, которые, в принципе, они вендоры HBO-шного говна. Я просто увидел что-то в телегу скину, не смог не заржать. Я, в принципе, даже достойно того, чтобы я это перевел на второй монитор и показал нашим зрителям, но больше это тут смешно. Ну, на самом деле, слушатели, я считаю, адаптивный подкаст, поэтому все нормально. Скидываю приколы, а ты их зрителям показываешь. Все хорошо. Так вот, там просто именно мем, где чувак в клетчатой рубашке идет с одной бабой, оборачивается на другую. Ну, это лукбэк мем или как он называется? Ну, вот, я не знаю тоже, как он именно хлестко называется. Ну, в общем, в качестве лукбэк Гая Саруман, и он идет как бы с Гэндальфом, но оборачивается на Саурона. Вот, это смешно. Так вот, из новинок. Мультипрофили юзеров, то есть теперь можно внутри Apple TV перелогиниваться в рамках одной учетки под разными членами семьи для того, чтобы рекомендации, соответственно, не путались. То есть смотрят у тебя ребенок мультфильмы, чтобы тебе их не советовали, чтобы тебе советовали все-таки хардкор какой-то. Или наоборот, опять же. Или софткор. Да, да. Вот, потом на хоум-скрине сразу будут супер-рекомендации. То есть ты заходишь на главную, и тебе уже там новый альбом Lady Gaga с Брэдли Купером, или их фильм, соответственно, или там саундтрек к ним советуют посмотреть там на основе там, что ты вот перед этим смотрел. Какие-то, видимо, мелодрамы слезливые. Вот. Кроме этого, суперновые 4К-шные HDR-ные скринсейверы. Мне кажется, ты уже больше сказал, чем они показали на конференции. А меня надо было, потому что брать туда. И, в принципе, нормально пошло. Там в ретелик было условно первые две минуты. Вот показали сериал, показали, что это самое, и все. Тут что ты там уже сказал, да, свидос. Вот. И Apple Arcade же у нас грядет скоро. Вот. Из-за того, что он грядет, контроллеры от Xbox One S и от PlayStation 4... Это я помню, это все ухали-ахали. ...коннектятся тоже к Apple TV. Это ахали-ухали, я помню, да. Все, все вот это, все паком ожидается осенью. Осенью, в принципе, сорвет башню всем, я чувствую, всем Apple-боем, потому что там все разом выкатится. Вот. И как бы там, ну, захлебнутся все, кто в чем, так скажем. Вот. А теперь мой, собственно, да, вопрос. Вот что нужно тебе еще для того, чтобы ты вот в эту семью ТВ-ОСовцев как-то вот вник там, ну, и так далее, хотя бы, чтобы ты задумался об этом. Ну смотри... Кроме денег, это достаточно тупой бред, представь, что у тебя дохрена денег. Да, я не буду, у меня дохрена денег, я простой слушатель его дизайна. Во-первых, я сразу скажу, я бы не отказался абсолютно, если бы у меня была Apple TV, приставка 4K телек, ну, этого всего нет, раз я говорю, что не отказался бы. Вот. У меня был бы телек охрененный 4K, и у меня была бы охрененная приставка Apple TV-шная. Я бы балдел абсолютно, я бы взял себе, потому что, во-первых, у меня есть DualShock, чтобы сразу же взять и в Apple Arcade играть. Вот. С другой стороны, если ты бедняк и не будешь себе покупать Apple TV, или просто тебе Apple не нравится, то на самом деле все эти, значит, каналы, которые можно смотреть в Apple TV, то есть, например, если я беру ради именно вот телековой инфраструктуры всей этой, там, HBO и так далее, это все можно найти даже на PlayStation встроенная. У меня есть Netflix, условно говоря, на PlayStation встроенной. Вот. И на всяком таком... Ну, у вас на телек, если у вас 4... Ну, Netflix тоже, если у вас 4K телек на самом деле, то у вас много чего там есть внутри уже помимо Apple TV и без Apple TV. Но если у тебя уже, а я напоминаю, что у меня бесконечное количество денег, то если у тебя другие Apple девайсы есть, их много разных, хороших, и ты, в принципе, наладил себе Apple инфраструктуру, то Apple TV это будет просто идеальное завершение, так скажем, твоего вот этого, как сказать, архитектурного ансамбля, значит, тем, что ты сможешь прям фотку взять, вывести, подсказать. Вот, смотри, нихрена, ездил в отпуск прям и показывать своим гостям, там, не знаю, на телевизоре за одну секунду практически. Вот. Так что, в принципе, Apple TV круть. Ну, то есть, вот, если именно взять киллер-фичу, ты вот тут абсолютно не называешь именно игровую вот эту составляющую. То есть, Apple TV как консоль тебя вообще не впечатляет? Ну, да, к сожалению, я не знаю. Ну, типа, мне похрен на эти мобильные игры, которые там есть и которые там будут давать, поэтому мне как-то, ну, типа, понимаешь. Ну, понятно. Вообще, вот, если говорить обо мне, опять же, как о человеке, у которого бесконечное количество денег, как и наших простых слушателей в дизайн, я бы, знаешь, для чего я использовал? Как именно мус-центр? То есть, в Apple TV есть HDMI, который можно в ресивер воткнуть, из ресивера HDMI им увести на 4K телек и увести на колонки, на классные колонки. И ты можешь… Ну, то есть, ты по 90-м мус-центр. Да, то есть, чтобы через Wi-Fi или через Bluetooth треки включать на гигантских колонках. Потому что в гигантских колонках, они, как правило, пассивные, в них нету функции принимать по Bluetooth. Это тебе не JBL там или какое-нибудь другое говнище. Тебе надо именно передавать на суперхороший комплект колонок с большим сабвуфером, чтобы все там хорошо звучало, тебе надо его как-то передавать, этот сигнал. Как правило, в хороших ресиверах, типа там Ямаховских и так далее, с большим каскадом усилителей и так далее. Ну, то есть, ресиверы и усилители – это две разные хреновые, но неважно, вот в этих комплектах всех, которые в Pult.ru можно купить, это не реклама, к сожалению. А там тоже нет Bluetooth. Ну, то есть, наверное, в каких-то есть, вот. Но объективно, если просто по-голому Bluetooth, это скучно. А через Apple TV ты реально можешь пультиком прям из Apple Music сразу как бы выбрать. И у тебя будет классно играть. Вот. Потому что у меня же у бати есть Apple TV 4K. Я играл в игры – говно. Ну, то есть, реально, очень мало их, нету каких-то таких, ради которых прям я бы к нему спешил там каждую неделю и там залипал у него, сидел там в Марио какого-нибудь играл. То есть, из-за того, что у них нет инфраструктуры именно каких-то уникальных игр, как вот у Nintendo, например, за которые ты именно за эксклюзивами бежишь. Это все как-то достаточно скупо и тупо выглядит, как бы, да. Ну, вот они, Apple Arcade, возможно, это же типа тоже классно вроде как. Вроде как сможешь играть в какие-то там супер-игры Индии. Ну, дай бог, дай бог. Обязательно можно будет попробовать. Наверняка он там не весь каких денег стоит. Вот. И на самом деле вот в Apple TV Plus я бы очень хотел, чтобы входило, кроме дебильных этих каналов, просто как Иви. Ну, подписочный сервис для просмотра фильмов и сериалов. Просто, который в широком прокате. Не уникальный там для Apple, не их, как это называется, контент, который именно для их платформы. Не авторский контент, или как там это называется. А просто вот там Человек-паук вышел на Blu-ray новый. И чтобы его можно было, платя там какие-то, я не знаю, 10 баксов в месяц за подписку, просто его посмотреть сразу и все. Вот это тоже было бы норм. Мне знаешь, что еще интересно? А геймпады как будут работать? То есть беспроводные? Ну, конечно, беспроводные, думаю, да. Понятно. Понятно. Окей. Хорошо. Я бы даже сказал, фокей. Дальше у нас WatchOS. Идем, так сказать, по степени нагнетания атмосферы. Пенис крови. Да, да. В новой WatchOS, кроме там новых дополнительных циферблатиков, на которых можно уже выводить всякую там побочную инфу, типа где там солнце сейчас находится и прочие всякие штуки, там появился отдельный аппстор. То есть можно не через телефон накатывать прилы, а непосредственно с часов. Появились некоторые новые приложения, типа там акции, калькулятор и так далее. То есть кроме того, что эти приложения можно скачивать без телефона, есть еще уникальные новые, типа там вот еще аудиокниги я вспомнил. Сейчас я вспомню, что еще. Интересно, что раньше не было калькулятора. Это как-то... Ну, блин. Вот Apple Watch на самом деле не такие большие. И вот как бы если ты уже толстяк, то ты уже пальцем не сможешь попасть по этим маленьким кнопочкам. Ты будешь уже вместо 5 сразу 5 плюс 6 делать как бы и все. А это ну не очень здорово. Если говорить с точки зрения разработчиков, то еще можно непосредственно делать прилы уже тупо для Apple Watch. То есть Apple Watch... Так это что давно уже можно было? Не-не-не. Там всегда в рамках, когда ты накатываешь основной прил, хостовый прил, ты к нему докатываешь, что есть поддержка Apple Watch. А тут это именно стендалон Apple Watch приложения. Ну, опять же, например, калькулятор. Зачем ему синхрониться с iPhone? Он работает сам по себе и процессор Apple Watch, а там, между прочим, двухъядерный проц. И у Siri S4, на секундочку, гиг-оперативки. То есть как бы, ну, этого, в принципе, достаточно для того, чтобы жить жизнью, поэтому, ну, да. Вот. Ну и там новые приложения, в том числе, там, календарь менструального цикла. Это для всех наших зрителей и слушателей будет, в принципе, актуально, я думаю. Приложение, которое слушает уровень шума. Кстати, как тебе? Я что-то не понял его прикола, но а зачем он? Ну, просто, если ты в шумном находишь месте, тебе Apple Watch говорят, типа, братан, долго будешь тут стоять, а глохнешь нахрен. А ты сам, то есть, ну, уже не можешь, да, без Apple Watch? Ну, уже нет, без них. А первую брачную ночь тоже спросишь? Ты, когда их, понимаешь, надеваешь, ты тупеешь автоматически до состояния тумбочки, поэтому вот, да. Я понял, да, так, хорошо. Ну, и новые тренды непосредственно. То есть, вот эти круги, которые, activities, там, соответственно, тебе уже умно именно подсказывают, что, типа, чувак, вот именно вот бегом ты прям сильно мало занимаешься. Или там вот именно вот там, я не знаю, что еще там есть. Я как бы не пользователь Apple Watch пока. Вот. И вот, ну, типа, надо задуматься. То есть, там, ну, полный машин-лернинг уже, это, забегая к iOS, в Apple здоровье уже ввели очень много машин-лернинга. Опять же, все, типа, супер приватно. И все, you control your data. Никто ничего никуда не выдает. Но там уже тебе алгоритмами прям подсказывают, что у других людей, которые такие же толстяки, как ты, им вот помогло то, что вот то-то и то-то. Как бы вот, ну, в таком духе что-то. Как вот удалось мне тебе продать в OCHO S6? Кстати, да, она шестая версия OCHO S, это уже. И что тебе не хватает для того, чтобы ты пошел завтра же и купил себе Series 4 новенькие и ходил? Смотри, я сразу скажу, что для меня именно новая OCHO S не то, чтобы киллер-фичи, какие-то новые киллер-фичи, ты сейчас рассказал. В принципе, Apple Watch – это прикольный девайс, классный. Опять же, у меня бесконечное количество денег, я напоминаю. И я бы его взял с каким-нибудь очень классным ремешком, балдежным, максимально широкий, причем я бы взял именно здоровую хрень, не маленькую. То есть, я бы именно максимально по рэперам, еще бы золотые зубы себе вставил в этот момент. Вот, это первое. Второе. В принципе, пофигу, что теперь можно приложение устанавливать из собственного App Store внутри часов. Ну, типа, круто, но, в принципе, ну, без разницы. Все равно Apple Watch не работает без iPhone, поэтому, да. Ну, блин, Series 4-то работает. У них есть временная LTE-версия, да, в которой ты можешь и звонить, там, смски получать без iPhone. А, в России работает LTE-версия? В России нет, потому что это E-SIM формат. Ну, вот я, да, я, то есть, всегда сразу же к этому, блин, ну, потому что, типа, это важно, естественно. Понятно, что я же не в Америке, слушаю. Я вот объясню, если вдруг ты протащишь через границу, ну, как бы, не то, что у тебя кто-то их отберет, неважно, если ты купишь не в России, именно LTE-шную версию, единственный оператор, который поддерживает E-SIM в России, это Tele2 по бреду. Ну, как раз в Челябинске у нас нормально. Просто именно, смешно, да, просто именно Мегафон, МТС и Билайн, они договорились игнорировать E-SIM, потому что там, типа, отслеживать, короче, сложнее, ФСБшникам все это отдавать. Ну, да, ну... Пристегиваем уважение к ФСБшникам и к операторам нашей связи, вот, какие-то у них технические сложности возникли с обработкой информации. Да, да, да. С анонимной, анонимной, которую не собирали. С обработкой информации, да, и поэтому вот они форсят, чтобы LTE у нас в версии не продавались. Возможно, Series 5, когда будут выходить, уже что-то предпримут. Вот. Ну, давай, ты договори, и я потом скажу еще вот про себя тоже чуть-чуть. В целом все. Девайс интересный, я бы, естественно, ходил с таким обязательно, потому что почему бы и нет? Он классный. В любом случае, это лучшие... Я буду как в Apple говорить, в любом случае, это все равно лучшие часы, лучший девайс, как умные часы, так скажем, на рынке. Ничего умнее и лучше нет, тем более в связке с iPhone. Поэтому, ну, тут без вариантов абсолютно. Монополисты. Ну, тебе, опять же, тебе фитнес-составляющая больше импонирует? Или составляющая, не доставая телефон из кармана, смотреть уведомления, надиктовывать ответы через Siri там и что-то такое? Да, мне абсолютно фитнес-составляющая вообще не интересует. Я бы именно играл с приложками, с экранчиками, ну, просто вот именно балдел бы от того, что мне уведомления приходят туда. Опять же, калькулятор бы запускал. Теперь можно. Ну, тут это именно, естественно, тролл на старые вот эти часы с калькулятором. Я понимаю. Потому что они же не только в России были в начале двухтысячных, они как бы везде были, я так понимаю. Может быть, конечно, в Америке они были в начале 80-х. Да, там именно охали и подржакивали. Вот, но тем не менее, да. И, а теперь я скажу про себя. Вот как бы, знаешь, что меня печалит, как именно хардварного чувака? Ну, давай. Что, например, сапфировое стекло фронтальное только в LTE-версии, которая не продается в России. Ну, слушай, ну... Задние сенсоры, которые именно пульс щупают, они сапфировые уже везде. Начиная с Series 4, они уже везде сапфировые. Вот, и именно нижник, который прилегает к руке, он керамический, опять же. В Series 4 теперь везде керамический. Именно из классных материалов. Нижник, как нужник. Да, да, да. Стальной версии теперь нет в России. Потому что она как бы на старте 58 стоила. И, видимо, никто не покупал, поэтому ее вообще упразднили, чтобы не смешить народ, так скажем. А мне вот с моей, так сказать, неуклюжестью и угловатостью я алюминиевую, обо все углы так обобью, что она будет гнутая, как мой MacBook. Я помню, когда у меня был предыдущий MacBook, я не мог поменять стекло на нем, потому что я настолько сильно нарушил геометрию крышки, оббив ее обо все углы, что просто стекло не залазило. И когда я его насильно таки впихнула, она все равно треснула снова, уже новая. Потому что именно углы квадрата не выдают, ну, прямоугольник, они выдают какой-то треоугольник уже. И его невозможно было там зафиксировать нормально. Короче, это боль. Алюминиевые корпуса — это боль. Они гнутся просто, когда сведосы царапаются. Вот. Поэтому стальные мне привлекали намного больше. Но, опять же, стальные — это только в LTE-версии с сапфировым стеклом. Вот это для меня. Это чтобы прям кулаком в стену бить, и часы нормальные. Они еще там ямку оставляли в стене и блестели потом дзынь, вот так вот. Вот. Но такие, да. Они, конечно, они сильно дороже стоят. Они там сразу 800 стоят. Ну, я имею в виду долларов США. Вот. И у нас, соответственно, там они бы все 1600 сразу же стоили, потому что у нас как бы, ну, ценовая политика у Apple классная для нас. Ну, да. Да. Вот. То есть меня останавливает от того, чтобы взять на них ипотеку, именно то, что нет достойной версии, так скажем, которая вот, от которой можно было полное удовольствие получить. Вот. Причем я бы, разумеется, не брал всякие пошлые ремешки гермесовские, которые именно кожаные, классные для чуваков, которые ходят именно с такими, знаешь, кожаными сумками-портфельчиками. Да, да, да. И в таких, знаешь, именно замшевых таких ботинках, именно вкусных таких, знаешь, ходят. Да, да. Или с замшевыми локтями на рубашках, которые в брюки заправлены, и ремень хороший какой-нибудь. Да, если вы с такой, то ходите с гермесом обязательно, потому что гермес вам под стиль, мы сразу вам скажем. Да, и напишите нам на worksobakayoubdesign.ru, мы ваш бизнес прорекламируем. Мы ваши локти сорвем, как погоны просто. На! Вот так вот. Вот так, да, да, да. Вот. Я бы, конечно, взял миланскую петлю, опять же, именно вот этот магнитный браслетик. Во-первых, на мое запястье, 8-сантиметровое, только такой нормально подойдет, остальные просто нет такой дырки, чтобы их нормально защелкнуть. А во-вторых, потому что он, опять же, типа стальной, классный вообще. Белтиш. Переходим дальше. У нас новый экран. Так. Эппловский. Про дисплей XDR. Вот. Новый, получается, новый монитор тупо. Да, да, да. Просто новый монитор, 32 дюйма. То есть, в принципе, у меня у бабушки телек такой, в ее комнате. Вот тут один монитор такой. На столе будет у тебя стоять. Ну, или ты его можешь на стену смонтировать. Там есть крепление для бабочки. И это круто. Потому что, поскольку это для ProOS, ProShitch'и, они иногда просто на стену монтируют, несколько таких мониторов рядом. Тем более, как бы, ну, разрешение и размеры, в принципе, позволяют. Еще и несколько, да? Во-первых, да, они позволяют еще и несколько. Во-вторых, они, в принципе, позволяют сидеть, ну, как бы, ну, не впритык к нему, так скажем. Разрешение 6016 на 3384, то есть, это 6К. Я больше, чем уверен, у них вот было, они сидят 5800, получается, по горизонтали. И Тим Кук стоит с плеткой, заставляет их 6000 выжить, как хотят, чтобы именно 6К сказать. Потому что 5.8К, как бы, вот, ну, не звучит. А вот 6К, это уже, ну, заявочка, так сказать, на победу. Тем более, что у них перед этим iMac Pro, который был, он 5К. А вот тут именно, который за лям уилсаком покупал, помнишь? Да, да, да. Вот, вот. А тут именно 6К. Ну, и тут лямом уже не обойдешься. Ну, да. Смешно. Вот. Короче, 20 миллионов пикселей, он супер яркий. То есть, из-за того, что это XDR, супер экстра динамик рейндж. Во-первых, контрастность 1 миллион к одному. Это при яркости 1000 нитсов. Ну, я так понимаю, это что-то близко к 1000 кандел на метр. И это очень дохрена. То есть, это реально очень большая яркость. Вот. И яркость, опять же, она не для того, чтобы ты без глаз остался, а для того, чтобы разница между черно-черным и ярко-белым была именно супер такая катастрофическая, чтобы это было именно XDR. Вот. Подключается, естественно, это все не по HDMI, а по Thunderbolt 3 порту. Вот. И, соответственно, можно два монитора спарить между собой. Вот. к одному блоку питания. И до четырех можно спарить просто в один массив, чтобы они как бы, ну, практически в одну видяшку втыкались. Вот. И сразу на них изображение раскидывалось. Но вообще, опять же, если воткнуть в Mac Pro, можно до шести мониторов соединить и балдеть сидеть таких. Самое тупое в этой всей ситуации, монитор, он стоит от пяти косарей. Ну, долларов тысячи, естественно. От пяти тысяч долларов, да. То есть, почему от? Потому что там есть два вида покрытий. Просто обычное антибликовое, и там супер-нано досвидос, которое эти блики не просто отражает, а именно рассеивает во все стороны. Так что ты не поймаешь даже именно светлячок от такого монитора. Там именно весь свет, он сильно рассеивается на супер-тоненькие света. И как бы да. Вот. И штука, которая бабочка крепления, она стоит 200 баксов, чтобы именно на кронштейн его как-то закрепить. Вот. А именно стойка, которая вот супер-красивая, которая можно там очень двигать упруго так здорово. То есть, она не будет там скрипеть, болтаться и так далее. Она именно супер-плавная, такая с кучей шестереночек внутри. Вот. И которая позволяет монитор с горизонтальной на вертикальное положение делать. Она еще к тысячу долларов стоит. То есть, от этого прям сильно все охнули очень жестко в зале. Да, меня слышал. Да я сам охнул. Че тебе? Знаешь? Ну вот да. Но я, конечно, не охнул. Они, на самом деле, еще достаточно скомканно это сказали, что еще вот эту штуку стоит. Потому что, что я сейчас не скажу, вот, от пяти. А зачем они вообще это сказали? Мне интересно. Чтобы не обманывать людей? Ну как бы да. Но чтобы честнее было. От пяти. А хотя ты мог сказать, ну от пяти это как бы вот без стойки и без говна и без нихрена. А так семь. Ну они посчитали нужным сказать. Как бы тут. Причем, опять же, ладно бы к этой стойке крепилось что-то кроме этого монитора. Ну знаешь, другой какой-нибудь монитор. Тогда можно было бы ну реально стойками отдельно приторговывать. Как бы, ну для каких-то там еще других. А когда это только для него предназначено, ну это выглядит, конечно, как троллинг. Вот. То, что она отдельно. Ну может быть реально прошичи, а не все кронштейничи. И как бы им нахрен эти стойки все не сдались. Но это звучит опять же как бред, потому что объективно стопудово всем сдались. Потому что, ну это тупо угодно. Я думаю, что да. Вот. Ну тут я даже, я честно говоря, ну не знаю, как еще это комментировать. Если у тебя есть что еще сказать, то скажи мне. Мне даже самому интересно, что ты сейчас сможешь сказать по этому поводу. Мне, мне есть сказать только то, что опять же, если бы у меня были бесконечные деньги, как у наших слушателей и зрителей, то я бы обязательно приобрел себе такой и не один. Поставил бы себе как про несколько таких. Причем у меня было бы, они специально стояли еще и на стойках за штуку баксов, чтобы еще подороже было. То есть, три на стойках. Не на кронштейны я бы повесил их. А именно, ну так, тремя бы обгородился бы ими. Вот. Как нормально было. Как про, опять же. И, что я еще хочу сказать. Но, несомненно, охрененное разрешение просто дикое. Дикое количество миллионов пикселей, просто 20 миллионов пикселей, короче, и супер HDR. Ну, просто это, я просто должен это обязательно взять, если я наш слушатель и зритель без денег. О, в смысле, с огромными деньгами. Вот. Я уже как бы по Афрейду говорю. В принципе, что, все? Но я здесь, видишь, не могу ничего выделить, потому что для меня это уже слишком далекое что-то такое. То есть, еще как часы я мог там что-то вякнуть, но про монитор я только могу сказать, что хочу, ага. Мне просто интересный гейминг экспириенс на них какой будет. Вот. Хотя, опять же, ну, плюс-минус никакой, потому что по Thunderbolt только PC-шникам никак не подключить. отклик будет говно. Говно. Вот. Мне тоже кажется, что тут что с откликом-то вообще? То есть, тут они предусмотрительно даже об этом не говорили. Тут какие-нибудь дикие 20 миллисекунд как бы. Да, скорее всего, тут только именно Photoshop открыть и нормально будет. Просто смотри, опять же, они вот говорят, что для прошичей, которые будут именно суперконтент делать, вот, но этот монитор, он как мониторные колонки. Ты на нем как бы все видишь, а потом-то тебя будут смотреть на iPhone 5 твои фотографии условные. И как бы толку от того, что ты их вот, ну, тут делал. Это практически, что называется, никто не оценит от того, что там так суперконтрастно все и здорово, а потом это все на замыленном говне какого-нибудь IPS-овском там. Ну, даже IPS-овском это еще хорошо, а не IPS-овском. TN-матрица какой-нибудь там Dell-овской. Ну, кто-то серьезный. Насколько это все вообще именно, ну, ну, хотя, опять же, если ты прошич и делаешь именно вот заставку 4К-шную для новой Apple TV в HDR, тебе бы, конечно, на таком мониторе ее увидеть перед рендерингом, там, как бы, ну, и понять вообще в суперчетком варианте, как это выглядит. То есть, вот это именно для таких прошичей, именно для визуальных. Потому что, если ты сидишь в Logic или в Ableton, то как бы тебе наплевать, насколько там у тебя дорожки контрастные. Ну, понятно, что тебе это просто приятно, так скажем. Вот. Но это не является для тебя именно, ну, ты от этого лучше работать не будешь. Вот в Logic, по крайней мере. Если в Photoshop или в каком-нибудь Final Cut, то будешь, ты лучше будешь монтировать, лучше видеть эффекты, а не тупо красивее у тебя получится, потому что ты видишь больше там контраст и так далее. Вот. Но как бы, что касается именно какой-то звуковых, например, людей, то это странно. Поэтому я про гейминга спросил, что он, в общем, тоже здесь напрашивается. Вот. Но у гейминга это уже отдельные NVIDIA-вские темы, и там отдельные мониторы именно, в которых уже там NVIDIA G-Sync включен, и там суперчистота, там уже 244 Гц какие-нибудь условные или 144, если говорить про 4К. И там именно на другое уже упор просто сделан. То есть это именно две разные, так сказать, уже школы. Ну да, да. В общем-то, это просто налюбоваться на какие-то нонсплэш-фотки, короче, на таких мониторах. Скорее всего, будет хреново, я подсказываю. Кстати, да, это же, представляешь, ты вот на таких мониторах сидишь и в Full HD себе сериал скачал. Да ты просто, ты открыл ВК, и там посередине такая, короче, знаешь, ширина там в один палец твой. Вот этой всей хрени контента, а остальное, короче, ну такое, да, это интересно. Я просто помню, когда я только купил себе ретиновский ноутбук и сайты еще не были адаптированы, я именно сильно блевал от того, что мыло просто везде, и это, ну, это прям, это просто неприятно было. Это даже не то, что я там по снобам зажрался, это просто реально неприятно было. Возможно, для тех, кто именно хочет себя почувствовать зажравшимся чуваком, ты такой покупаешь, смотришь на всех просто с высока свои качества, причем еще долго такое качество никто не воспроизведет, поэтому можно долго так упиваться. Ну, в общем, да, то есть, мониторы объективно сомнительная штуковина, ну, то есть, правда, опять же, если бесконечные деньги, то да, а в остальном, ну, не знаю. Вот, дальше у нас Mac Pro идет непосредственно, так называемая терка. Так называемая, практически к самому жиру подошел уже. Жир-жирович, так скажем. Вот, да, ну, тут, опять же, я даже не знаю, как это комментировать, это суперрабочая станция для прошичей с ксионами, с суперксионами процессорами внутри, до 28 ядер, можно запихать в одну станцию, до полутора терабайт оперативной памяти, причем ECC оперативной памяти, это именно серверная память, которая сама ошибки исправляет, если они есть. За вас. И ошибки жизни ваши справляются. Вот, да, то есть это именно классная память. Вот, я, кстати, помнишь, я тебе сказал, что интересно, какие тут SSD-шники, к сожалению, SSD-шники именно эпловские, как вот в MacBook Pro до 15-го года были, которые как M2, но там они именно через эпловские специальные контакты, короче, NVMe-шные, обычные, которые для письюков, только через переходник можно в такое втыкать, вот. И это плохо сразу или нет? Ну, это плохо, это, то есть именно нужно эпловские комплектующие SSD-шники именно покупать, они, естественно, дороже. Вместе с подставками. Да, да, они стоят как подставки примерно, вот, поэтому вот такое, вот. Ну, тут Джонни Айв постарался стопудово, то есть здесь, как бы сам дизайн такой, именно классный, хотя, опять же, ты помнишь, до мусорки какой был Mac Pro, примерно такой и был? До мусорки, ну да, но терки не было, у него, по-моему, не было все равно вот этих вот охлаждений. Именно кругляшков не было, но все равно перед был ребристый тоже, в сеточку. Ну, может быть, да. Просто еще он в теории большого взрыва, именно он у Шелдона на дальнем столе такой стоял. еще там. Справа там. Да-да-да, еще долгое время. Вот, то есть они вернули, там у него именно две ручки вот этих, такие же сверху были, только они были не такие кругленькие, гладенькие из стали, как сейчас, они были тоже, они были в сам корпус вшиты, тоже алюминиевые такие. Вот, но реально они вернулись, так скажем, к классике. Вот, он доступен 360 градусов, он весь запечатан именно на блоки такие, то есть там из-за того, что супер поддерживается охлаждение хорошее, там не так, что ты открыл и все вот, ну, как в обычном PC-компьютере наружу, там все именно в отдельные кожухи такие черные запакованы, вот, для того, чтобы именно супер классно циркулировал воздух из одного отсека в другой, вот, ну и, соответственно, из самых холодных в самые горячие, чтобы потом из горячих сразу же его дувало, то есть там достаточно умно это все сделано, никто как бы и не сомневался, но тем не менее, вот, и я-то, собственно, вот даже и не знаю, что еще про него сказать, то есть стартовая версия, опять же, она стоит 6 косарей, при этом стартовая версия, это восьмиядерный Xeon, 32 гига оперативки и AMD WX7100, то есть не Vega, то есть вот эти Super Radeon Vega, которые именно новые хорошие видеокарты AMD-шные, они вот в базовую версию не входят, в небазовую они входят, именно можно сразу 4 штуки вставить, то есть там вот этот модуль MPX называется, Multi Power, там, Super Dosvidos, он включает в себя две такие Vega, и таких модулей можно поставить по 2, и в каждый, соответственно, воткнуть по 3 монитора, вот этих вот, Pro XDR, соответственно, когда у тебя 2, Vega 2 Duo модуля, вот этих MPX-ных, ты можешь 6 мониторов накатить в один массив, плюс здесь именно в этих Mac Pro появились такие штуки, которые называются, сейчас я вспомню как, Apple Afterburner, Afterburner, это именно отдельный ускоритель, вот, если ты помнишь, когда только, ну, мы с тобой тысячу раз в подкасте это обсуждали, когда только пошли графические ускорители, 3DFX был такой, еще до Riva TNT был просто 3DFX ускоритель, который именно, ты его ставишь, и у тебя сразу Doom нормально работает, второй еще тогда, если память не меняет. Да, да, было, было. Так вот, у него, то есть там тоже был какой-то именно процессор, там суть в чем была, что просто отдельный микропроцессор, ну, там, может, микросхема, я не знаю, насколько это был процессор в тот момент, но по архитектуре, что он обсчитывает именно то, что касалось видео, снимает нагрузку с центрального процессора, ну, и, соответственно, он как бы более приспособлен именно для этого, то есть это первый тип процессора, ну, как бы микросхем, который занимается процессингом только видео. Так вот, автобернер, это плата на основе, ну, точнее, не на основе, она сделана примерно как асики, то есть как майнеры, то есть там гигантское количество именно мелких процессоров, которые вот, ну, как куда-ядра, короче говоря, примерно та же штука, только в куда-ядрах это все находится внутри ГПУ, а здесь это именно плата, на которой распаяна куча маленьких таких процессориков, как у асик-майнеров, вот, и они именно процессят видос. Я тут думал, что такое, вот для чего они нужны вообще? Теперь понял, они нужны для того, чтобы сырое видео с камер обрабатывать сразу же, не сливать сначала трое суток на ночь оставлять компьютер, чтобы он скодировал это все с камеры, вот, когда ты в 8К снимаешь, непосредственно тебе камерон приносит, вот, и тут одна такая хрень, она может три потока одновременно снимать 8К-шного вот этого сырого видео, и непосредственно ты можешь в сурсе монтировать именно некодированное видео. Камерон флешку приносит? Вот, да. То есть, ну, представь, это же сейчас, как бы, когда мы на GoPro снимаем, GoPro-шка, она сразу нам кодирует H1064, а там нет, там, когда ты снимаешь именно в Super Enterprise, когда ты Pro, ты снимаешь в сыром формате, я не знаю, на пленку там, ну, в данном случае не, ну, наверное, цифры, ну, да, вот этот прорезы формат, то есть, прорезы, это цифровой сырой формат, RAW, как на зеркалках ты RAW снимаешь, не в JPEG, а там у всех свой формат, вот, кстати, на iPhone-ах, начиная с, седьмого, если я не ошибаюсь, Apple тоже снимает в RAW формате, для того, чтобы ты в Lightroom потом мог докручивать что угодно и так далее, там, цвета менять и все такое, вот, вот тут видео снимается в RAW формате, для того, чтобы ты его мог обрабатывать, хорошо, и потом уже закодировать там на блюрике, на блюрике и так далее, но у тебя где-то там в Warner Brothers это все лежит в сыром варианте, там, гигабайты, терабайты это все занимает, вот, вот, автобернеры, они позволяют работать вот с этими исходниками, не перекодируя их в какой-нибудь, типа там, тоже супер 4К с большим битрейтом, но ты, во-первых, тратишь время на перекодировку, во-вторых, ты все равно теряешь в качестве, а так ты работаешь непосредственно прям с самым сырым сурсом, вот, и это, конечно, круто, то есть это, опять же, для Pro, вот, кроме всего прочего. Мне интересно, вот смотри, мне интересно, ты вот можешь себе предположить, в натуре, вот, можно ли на одной такой станции прошлой, то есть монитор плюс компуктер, системник, можно ли действительно взять и вот аватар смонтировать? Ну, можно, конечно, ну, то есть именно этим и будут заниматься. Аватарщики? Аватар 3, Аватар 4, просто видишь, смотри, мне как это представляется, мне кажется, что там штат сидит людей почему-то, ну, допустим, допустим, это может выполнять один человек, монтаж такой, хватило бы ему одного компа, ну, наверное, хватило, да, то есть мощности компа. Ах, мощности, да, вопрос в том, что там одновременно сидят несколько людей, одни в After Effects их накидывают именно CGI, ну, да, да, я имею в виду, вот если бы это все мог один человек делать, у него было бы 100 рук там и так далее. Ну, тогда бы не хватило, потому что он бы параллельно что-то делал. Ну, да, я имею в виду, ты же помнишь, там сначала идет именно монтаж грубой. Без After Effects, без After Effects, у тебя все, у тебя только RAW. У тебя только RAW, и тебе просто надо нарезать? Да. Ну, конечно, хватило, почему нет? Ну, хотя да, но это... Они там сидят вдвоем за двумя станциями максимум, и то просто потому, что Кэмерон между ними двумя стоит и говорит, слушай, вот тут это обрежь, а вот тут вот это. То есть там они именно непосредственно чуваки, которые вот сыруху обрезают, где все еще в зеленом варианте, ну, в смысле на зеленых экранах, потому что CGI его же делают только для конечного варианта, его не делают сразу для всех, его делают уже непосредственно для конечного варианта. Ну, понятно, иначе денег много будет, если делать CGI для всех дублей. Вот, да, 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 да. Поэтому вот именно отбор вот этих всех дублей и первичный монтаж его и не делает там 10, ну, может быть, как-то и делают 10, но это исключительно чтобы распараллелить, чтобы там за неделю управиться, а не за месяц. Ну, да. То есть это просто это именно кропотливая работа, и каждому надо хотя бы какой-то средненький такой Mac Pro поставить, просто чтобы каждый мог работать с сырым говном, чтобы, ну, каждому не ждать там перекодировки, чтобы, ну, опять же, чтобы это просто с сырым вариантом работалось и все. То есть там, я думаю, и, ну, все вычислительные штуки, опять же, будут нужны только, чтобы вот сырое говно ворочалось. То есть там рендеринг это и немного будет на обрезании, что там, ну, там просто чтобы просто эти кусочки смотреть хотя бы можно было. Вот для этого. Да. Дальше у них реализован здесь суперзащита на уровне отдельного чипа, T2 его назвали. Вот. Он делает так, что шифрованное говно все, и причем не просто шифрованное, а именно, насколько я понимаю, ты даже форматнуть из SD-шки не можешь, если не знаешь пароля. Я просто нахрен пошлет, и все, на уровне доступа к ним. Вот. Поэтому там, короче, Apple на этой конференции они сильно много security всяких штук рассказывали, и вот это одна из них. Это вот на самом деле это достойно даже отдельной какой-то статьи. Все, что Apple говорили про security, ну, вот из того, что мы уже упомянули, это то, что в Apple Health они машин лернингом анализируют всю твою хрень, но при этом ничего никуда не отсылают. Вот насколько этому интересно можно доверять. Но, опять же, вот ни одного скандала именно с тем, что Apple как-то privacy нарушают, ну, кроме, знаешь, утечки iCloud, но это вполне очевидно была именно чуть ли не заказная реклама именно iCloud, на мой взгляд. Вот. Потому что там именно просто угнали аккаунты этих людей. То есть там это не было инсайдерской работы, просто угнали аккаунты людей. Это могло случиться хоть с чем. Просто iCloud был, ну, как бы, самым популярным, поэтому, ну, это с ним случилось. Не было таких скандалов, как у Facebook, например, вот с Apple связанных. Поэтому, в принципе, традиционно, это я сейчас не свое оценочное осуждение говорю, это я вот в какой-то из этих статей вычитал. Традиционно Apple больше доверия в качестве privacy по сравнению с другими компаниями типа Google и Facebook. Вот у тебя какое впечатление по этому поводу? Сложно сказать. Мне кажется, что это все наравне с Google и Facebook, хотя Facebook вроде очень сильно все-таки дружит скорее со своими чуваками там, американскими, как мы знаем. Вот. Apple, мне кажется, дружит со всеми. То есть там, где они работают, они отдают все, что могут отдать тем, кому надо отдать. Я думаю, что здесь так. Скорее всего, хотя с другой стороны, ну просто, видишь, у нас нет никаких. Если бы так не было, то Apple у нас было бы очень не в почете, как ты понимаешь, если бы они не отдавали. Вот. Я-то на самом деле полностью поддерживаю то, что ты сейчас говоришь. Так что я думаю, что, ну в смысле, они отдают, я имею в виду, понятно, что если вы плохой человек, они отдают. Не в плане ваши трусы там и носки, короче, и все остальное. Понятно, что никому это даже не то, чтобы не интересно будет, а просто Mac Pro у ФСБшников загнется, если они будут всю вашу инфу фильтровать, так скажем. Вот. Так что, короче, ну да, я думаю, что Apple как раз дружит со всеми странами, в отличие от Facebook, который дружит только с одной там или с какой-то конкретной организацией, если вы понимаете, о ком я. Вот. Или там Google тоже, я не знаю, с кем Google дружит на самом деле, потому что это, по-моему, они там что-то возникали против чего-то, хотя и Apple тоже возникали против чего-то, но в итоге все равно все они есть на рынке у нас, поэтому вроде как что-то сделали. Вот да, да. У них тут даже, опять же, для тех, у кого есть AR, то есть у тех, у кого хорошие новые iPhone или новые iPad, они могут зайти именно вот на эту страницу, где apple.com slash macpro, и там включится мини-прил, который позволит вам в AR поставить новый Mac Pro себе на стол там куда-нибудь и так далее. Блин, ну это круть, бесплатный Mac Pro. Вот, так что про Mac Pro, собственно, а, ну что, мы с тобой достаточно все обсудили, типа, что тебе или мне не хватает для того, чтобы такое использовать? Да, нет, ну я вообще не сказал, но я думаю, здесь всем и так все понятно, как нашим слушателям, зрителям, если бесконечные бабки, как у наших слушателей и зрителей, то обязательно надо брать, тем более, что практически если ты взял, то тебе один шажочек остается до Кэмерона. То есть все, ты взял, тебе осталось только научиться монтировать. Всего так. Как только ты учишь, научился монтировать, все, считай, ты практически работник Warner Brothers, практически работник, я не знаю, что там у Кэмерона, кто с кем он там, короче, практически Титаник можно сделать, можно Оскар получить, можно, не знаю, то есть добиться таких высот с Mac Pro, только всего лишь купив его и научився, научився что-то делать, научившись, да, ну вот, в принципе так. Ну, круто, круто, посмотрим, я просто, мне, мне больше еще даже, еще какие-то технические детали интересны, например, там, сколько там линий PCI-экспрессных, на каждый PCI-экспрессный слот, я просто сейчас вот смотрю на фотографиях, именно на крутых, и вот те верхние, которые, там вот по 8 линий, я вижу, где-то 4, там в упороченном, и так далее, вот просто тупо интересно, на каком чипсете это сделано, вот такие микродетали, вот, поскольку там катушек стабилизаторов стоит, на питании процессора, там, ну, вот что-то, какие-то такие мелочи, которые мало кого волнуют, как бы, вот мне просто интересно, и все, я, ну, наверное, где-то можно в Tech Specs это все прочитать, вот, но на подкасте, конечно, не будем это обсуждать, потому что, ну, а зачем, не всем это будет интересно, так же, как мне. Все, пошли дальше непосредственно к программным обновлениям, iPadOS, iPadOS, это ответвление iOS, которое, на самом деле, я думаю, на уровне кодовой базы там уже достаточно разное все было, поэтому, но сейчас это вот как бы задекларировали уже именно в открытую, что теперь операционка для iPad, она будет другая, чем для iPhone, вот, и сразу же там несколько каких-то фич, ну, типа там новый Split View, то есть там мультизадачность уже более такая десктопная, то есть по нескольку окон почты можно открывать, там типа разные письма в соседних окошечках там, новые улучшения с Apple Pencil, то есть кроме того, что уменьшили задержку с 20 миллисекунд до 9 миллисекунд, я так понимаю, для существующих Pencil, то есть это именно софтварное улучшение, с существующими карандашами уже это будет работать, вот, так еще и возможность помечать, сразу же этим карандашом появилось, и эти файлы куда-то там отправлять, шарить и так далее, то есть это как бы, ну, именно уже такой seamless experience, опять же, приложение Files теперь будет работать лучше, то есть, например, даже в Safari, там теперь как на десктопе есть Download Manager, то есть можно параллельно загружать несколько файлов, соответственно, они будут к вам попадать в файлы, и как бы самый майндбловинг, это то, что теперь можно наконец-то в флешке и SD-карточки подключать в iPad и скидывать непосредственно с них файлы, и, ну там, если ты фотограф или что-то там, сразу их обрабатывать, как-то с ними работать и так далее, тем более, что Photoshop для iPad тоже, я не помню, или вышел, или выходит, я все его ждал, а потом что-то забыл уже про него, именно полномасштабный Adobe-овский, как бы не именно Photoshop, там, мини и так далее, ну да, нет, это уже Adobe-овская, но вот здесь именно такой Photoshop, как на десктопе, вот, плюс возможность использовать iPad, как выделенный экран, здесь тоже в одной статье написали, что Apple этим действием убила целые бизнесы, потому что, ну, есть же ПО такое, и вот все, считает, и ПО нахрен не нужно, то есть им придется как-то переквалифицироваться, ну, то есть, если говорить об выделенных экранах, дело даже не в только в том, что просто ты там на него условно ты работаешь на ноутбуке, а на iPad вывел себе YouTube-чик дудянового, нет, здесь дело в том, что ты можешь именно открыть Photoshop на Book'е, на iPad вывести, на iPad'е прямо сразу, как на экране, рисовать что-то, закончить с этим, и у тебя на ноутбучном Photoshop'е уже нарисовано непосредственно в планшете с хорошим откликом, хорошим Apple Pencil'ом, какой-то там для, ну, какая-то картина или какой-то там интерфейс, ну, интерфейс вряд ли, макап какой-нибудь, или там, опять же, если это GameDev, какой-то тайл красивый, то есть, ну, вот такого влана вещи, это просто майндблойнг, они еще и вакомовский бизнес весь убили, у них же тоже были именно топовые планшеты с экраном, по которым ты рисуешь, и в Photoshop'е все появляется, вот, теперь как бы это и здесь возможно, и это все вот стало благодаря только iPadOS все возможно, потому что, ну, там, какие-то опишки совсем другие, по-другому все это теперь связывается с компьютером, вот, соответственно, новые жесты для копипасты, теперь можно тремя пальчиками скопировать, тремя пальчиками изнутри наружу вставить, ну, и все новые фишечки iOS 13, о которых мы еще скажем чуть-чуть позже. Ну, смотри, самое главное, что iPadOS это не просто хреновина на новые там прошки, да, она же будет поддерживать, я вот вижу, что она поддерживает iPad Air 2, Endlater, all iPad Pro devices, то есть и первое, и второе поколение, там же уже два поколения, да, iPad Pro? Три, если мне память не заметить. Дальше три, дальше три. пятое поколение айпадов, это то, что я тебе рассказывал, что в 2018 вышел просто iPad новый, который у меня дядя купил, вот это он. И iPad mini 4 Endlater, то есть в принципе достаточно в каждом, в каждом айпаде будет. У меня, видишь, у меня у мамы первый Air, и это, конечно, плохо. Да, да, еще не второе, еще не второе, но видишь, блин, это все-таки новая ось, которая типа, типа новая ось, Он просто даже сейчас первый Air у нее подлагивает, поэтому в целом, в общем, ну как бы iPad OS, я думаю, ей бы только боль доставил, поэтому да. Скорее всего, да, скорее всего, да. Вот ты просто знаешь, вот сейчас остановимся еще на секунду, насколько ты вообще веришь, что вот эта хреновина, iPad Pro, я имею в виду, самая там, вот последняя, iPad Pro 3, да, допустим, насколько он точный и точнее, чем какой-нибудь вакуумовский охрененный планшет? Мы с тобой уже читали статью, когда только вышел Apple Pencil, что там какие-то телки-дизайнеры за секунду пересели на iPad Pro и сказали, что это лучше вообще ever, что было, что комфортнее в миллиард раз. Вот. И как бы да. Поэтому я считаю, что лучше. Ну, просто видишь, знаешь, это как не верится в то, что вот машины делали немцы, да, потом пришли на рынок какие-нибудь другие чуваки и начали тоже делать машины. И вот, как бы, опыт Вакома и опыт Apple в точности дисплеев, типа, и вообще в делании вот дисплеев, которые, типа, супер точно воспринимают стилусы. Просто, может быть, они гении? Может быть, они перекупили очень много людей, которые в Вакоме работали? возможно. То есть, тут я не знаю. Им бы, конечно, хорошо бы так сделать. Либо они, ну, как бы гении, и, в принципе, там не такой уж и rocket science был, и весь Вакомовский успех был просто потому, что у них не было конкурентов, например. Ну, возможно. Я даже не такое готов допустить, поэтому... Ну, да, да. Окей, мы говорим, будем что-нибудь говорить про iPadOS? Ну, я вот, традиционный вопрос. Вот что тебя сейчас останавливает от того, чтобы купить себе iPad? Да, абсолютно. То есть, я бы все взял, на самом деле, iPad 3, Pro, в смысле, вообще, самый последний Pro. Я бы не стал брать маленький, размениваться, писать. Абсолютно взял бы здоровую хреновину. Прям 12, которая... Да, да, я просто, она бы у меня только максимум в рюкзаке помещалась, потому что там... Я просто его держал в руках, и тяжело. Он одной рукой его тяжело держать, и за счет этого он уже как бы такой, именно, ну, Pro Device, непонятно нахрен он именно просто для чтения книг, например. Это тяжело. А вот который... Тяжелый, да, на 12? Да, а вот который просто, как у Бати Pro, 10, а 10, 2 или 10, 1, я не помню там, ну, какой-то 10, короче, вот он вообще супер-белтижный. Вот он прям, он очень крутой, особенно вот новый, который Pro 2, который в края, вот этот, без кнопки Home, именно, вот это вообще просто космос. Они очень удобные и хорошие. Ну, подожди, а для чего бы ты использовал? Ну, то есть, вот... Да я не знаю, на самом деле, это было бы просто... Во-первых, я бы вообще не сидел за компуктером в те моменты, когда я, например, смотрю стримы на Твиче, условно говоря, то есть мне бы это вообще не нужно было бы. На телефоне еще не так комфортно смотреть стримы вообще, тем более у меня телефон семерка, не плюска, чат нечитаемый вообще никак. А тут на айпадике я бы лег бы спокойненько, да, сел бы на толчок бы спокойненько, и мог бы вот такие вещи, которые просто, ну, энтертейментовое, развлекательное дерьмо, ну, читать, я не знаю насчет читать, потому что я пока все еще по старинке читаю именно напечатанную литературу, так скажем, бумажную, вот, тут я не знаю, насколько. Ну, короче, вот было бы, именно развлекательную хрень, вообще было бы прям супер классно смотреть. Того же, те же ютубы, и все, все, вот это все, это прям идеально. Ну, согласен, именно потребление контента через айпад, оно охренительно. Понятно, что прошичи рисуют на нем, вот, но Apple Pencil, он как стойка, он за отдельные бабки покупается, поэтому я, к сожалению, на батином не имел возможности его попробовать, вот. Мне что нравится в прошках, в айпадах новых, что там 120 герц частота, опять же, я это вижу глазами, и от этого просто, вот, весь гейминг-экспириенс, просто космически другой, чем на телефонах, ну, хорошо, на XS-ке такой же уже, но он на айфонах, он появился позже, чем на айпадах, и у меня уже отложилось именно приятное впечатление, что это именно на айпаде так, вот, и это прям, конечно, это очень круто. А вот эти все мультизадачные штуки, ну, хотя, опять же, их-то можно прочувствовать только, когда ты именно был активным пользователем айпада, и потом вот это попробовал, и ты такой, как бы, ну, вздохнул полной грудью, наконец-то можно два письма открыть в соседних окнах, как бы, и все. То есть, наконец-то пропало ощущение, что у тебя в руках просто большой айфон, и появился какой-то именно отдельный экспириенс, вот, который при этом, ну, нормально продуман, и в принципе, хороший. А, кстати, вот возможность вот флешки, тебе, для тебя майндбловинг или нет? На самом деле, сейчас про это страшно говорить, потому что, честно говоря, странно, что Apple всегда были такой закрытой, хреновиной. Ну, то есть, я понимаю, почему они так были, но всегда у них была проблема с работой с файлами. Вот, я надеюсь, ты со мной хотя бы в этом согласишься, потому что... Полностью, конечно. У них никогда не было вообще работы с файлами. То есть, у них все было такое закрытое, короче, чтобы что-то сделать с файлом, надо было там через три колена, короче, передать его там, и себе на, не знаю, на ВК скинуть его, на худой конец. Я скажу, я скажу, что когда хотя бы AirDrop ввели, и пропала боль между передачей с Бука на телефон, или там с Бука на iPad, уже хотя бы был первый глубокий вздох. Когда появился iCloud Drive, второй глубокий вздох, я смог отсюда, из дома, скидывать книжки, которые мой друг украл, бате сразу, и говорить, бате, открой просто iCloud Drive, и вон там у тебя уже свежие романы детективные. И тут как бы уже вот такая прям практически нормальная работа с файлами, то есть такое чувство, что нормально как-то сделали файловую систему, подготовили ко всему, то есть проработали эту тему, и наконец-то можно нормально открыть файл, скачать его там, передать и так далее, или свой файл, не дай бог, вкачать, так скажем. Ну подожди, вот какие файлы, например? Ну реально, вордовские документы или что? Ну в натуре любые, ну типа даже да, PDF-ки, хоть что, ну просто у тебя что-то есть. Просто PDF-ку почти всегда расшарить через, опять же там, AirDrop или Яндекс.Диск, или хоть что, уже быстрее, чем на флешку скинуть и принести. Это только если тебе кто-то просто принес, а у тебя сейчас с собой только iPad. И ты можешь хотя бы... Ну то есть, не, ну мало ли какие у тебя задачи, то есть может быть тебе надо по учебе там, или еще какие-нибудь файлы просто пронести в iPad. Вот. И может быть даже их открыть в iPad. Я не имею в виду экзешники, естественно. Вот. с собой бука, чтобы обработать что-то. Ты в iPad вкинул, через Lightroom прогнал, и в Instagram можешь выложить. Да. Или в Photoshop. То есть вот именно, вот этот момент, он прикольный, что именно, ну, с камер, потому что для SD-карточек тоже, видишь, будет читалка. Ну, кстати, для Compact Flash похоже не будет, а в зеркалках-то именно Compact Flash формат, а не SD. Кстати, если нас сейчас фотографы слушают какие-то, если не уснули еще, все и не отвалились, то напишите мне, почему в зеркалках Compact Flash, а не SD используется? Он быстрее? У него шина быстрее? Или что? Просто это же, это боль. Там, соответственно, Compact Flash, я же тебе, Никита, показывал, да? Там суть в чем? Там суть в том, что контакты не слайдятся друг в друга, как в SD-карточках, когда ты просто золотыми штучками наезжаешь на такие считывалки, как бы, ну, как в USB. А там именно реально физически торчат ножки, и ты, Compact Flash, это карточка с дырками, и ты этими дырками на ножки надеваешься, постоянно их гнешь, постоянно их... Ну да, там не очень физически сделано хорошо. Да, да, то есть это реально проблема, и ты купил себе 5D Mark III, а, и погнул у него ножки флешкой, и что делать? Мне знаешь, что не нравится, что почему-то, а почему, ну, хорошо, а почему через шнур не подключить к фотику? Ну, это тогда нужно в самом фотике какую-то еще именно шину, которая будет переделывать с, ну, как бы с памяти, с флешки, то есть с карточки, с любой флеш памяти, где бы она ни была, на карточке там, или где-то еще, чтобы она тебе в USB это переделывал, то есть там, ну, тоже ряд микросхем, которые именно переделывают в USB. Ну, блин, в обычных мылицах же это есть, как бы, я не знаю, как в Mark III. на скорости 0 это там есть, то есть, как бы, если ты это будешь реально с зеркалки так передавать, во-первых, там, ну, это место в ней займет, во-вторых, это будет супер медленно, ну, а в-третьих, опять же, я тоже бы фотографом, который в этом разбирается, это тоже вопрос, почему по шнуру теперь не передают, как это в мыльницах было, почему именно, ну, вот карточки. Я понимаю, что из-за скорости они не передают по шнуру, но типа, ну, да, это интересно, я просто хотел, может быть, это там как-то из-за размера они используют именно такие, а не такие. Короче, хрен его знает. Интересно, интересно, скажите, если вы креатор, опять же. Вот да, если вы креатор, то как-то прокомментируйте этот вопрос, потому что, блин, ну, это круто. Согласен. Че? macOS, Каталина? А, да, macOS, я к iOS, если честно, уже хотел перейти, просто как бы, ну, это логично было бы после, давай мы как-то это, iOS, поменяем местами, ну, блин. А че логично, это уже разные все, оси тебе говорят. Неважно, но я сказал, что в iPadOS будут все фичи iOS новой, и хоп, мы такие, кстати, сейчас про macOS, ну, как бы, звучит как несогласованный бред, режиссер дурак. Так вот, мы будем хорошими режиссерами, теперь расскажем про iOS 13. Разумеется, супер киллер фичи, от которой всем с рвову башню, явился Dark Mode, и это, конечно, грустно от того, что... Это киллер фичи? Да, от того, что если это киллер фичи, то какие же тогда не киллер фичи? Вот. Но не киллер фичи, это мемоджи. Согласен, но хотя, может быть, это и более киллер фичи. Чем, чем, чем темная тема, что ли? Да, ну, давай я сейчас их в назывном порядке скажу, и ты уже там как-то размотаем. Темный режим, суперпроизводительность увеличена, приложения быстрее открываются, Face ID быстрее работает, скачивание приложений теперь возможно через 3G или через LTE без лимита. То есть сейчас, знаешь, когда приложение большое, типа там 500 мегабайт, ты его не можешь с LTE слить, только через Wi-Fi. Угу. Так вот, я просто разжусь снова под этого мема. Мы его нашли, пока мы записывали подкаст, когда съел 5 пачек первитина, а атаку отменили. Ору. Так вот, собственно, загрузки теперь будет меньше весить, кроме того, что они через LTE доступны. Apple что-то подкрутила в условии доставки именно Априлов, и теперь обновления, там, Delta обновления и новые, как бы сами Априлы, они меньше весят. Не знаю почему, но вот как-то они это сделали. Кроме этого, пошли дальше всякие штуки, типа того, что новые приложения, точнее, ну как бы, считай новые приложения. Например, приложение Напоминания, его полностью переработали, теперь это такой большой, хороший To-Do менеджер, которого давно не хватало на iOS. Вот. Теперь есть свайп клавиатуры, вот эти. Вот. Это, конечно, бред бредовый. А в чём? Как в Android. Не понял. Когда ты, не отрывая палец, задерживаясь на каких-то буквах, можешь печатать. А. Блин, я не знаю, как это описать словами, но, короче, ты ведёшь пальцем неотрывно по клавиатуре. И он печатает. И те буквы, на которых ты делаешь там задержечку в 500 миллисекунд, они отпечатываются именно как буквы, и ты можешь безотрывно слово говно одним длинным свайпом, как пентаграмма, такой фш-фш-фш-фш. Я понял, я понял. Ты фрут ниндзя, короче. Ну, типа, да, типа фрут ниндзя. Вот. То есть, соответственно, вот это как новая фича. Sharing suggestions, вот это я, вот, странно, да? Я сразу, во-первых, перешёл к тому, чем, вот это я жду. То есть, в тот момент, когда ты расшариваешь, а я очень много чего расшариваю из разных прилов к нам в чатик наш маленький. Вот. Поэтому, если мне там именно надо будет не каждый раз сжать телеграмм и наш чатик, а если мне уже везде будет просто предлагать сразу наш чатик телеграмовский, то это увеличит количество ссылок, во-первых, в нашем чатике в два раза как минимум, потому что мне придётся в два раза меньше времени тратить на расшаривание. Так. Вот. А во-вторых, просто это будет тупо удобней. Вот. Ну как бы в пятых, в четвёртых я со счёту сбился. Мемоджи будут. Не только на иксках, но ещё и на всех остальных девайсах они будут. Их можно будет закастомизировать и как стикеры юзать везде. Они будут как стикеры в клавиатуру прям встроены. Блин, ну это лучшее. Это лучшее, согласен. Дальше возможность засайныниться под Apple-учёткой во всех прилах. Причём. Причём, как выяснилось позже, тут тоже я нашёл про эту статью, это будет обязательным дерьмом. То есть это не это невозможность, это обязательно. Что во всех приложениях теперь должна быть возможность авторизовываться через Apple ID, а Apple, они могут нам сделать, что анонимно всё. То есть у нас свой какой-то юид будет, именно эпловский, который будет как идентификатор везде выступать, и мы будем выбирать, расшарить ли нам имя своё или имейл какой-то вот этому конкретному приложению. Вот. И если даже мы захотим, то мы можем выбрать, загенерить нам именно какой-то просто дерьмовый имейл, типа там abcdf nó xyz собака icloud.com И самое что прикольное, нам генерируют такой адрес, но то, что приходит на него, нам пересылают уже на наш реальный адрес. То есть полные маски Гая Фокса, опять же, если это возможно вообще в рамках договоренности с транснациональной корпорацией. Big numbers? Вот да, я имею в виду пикнамберс. То есть тут как бы, ну, не совсем понятно, насколько этому можно доверять, но они именно сильно в секьюрити в этот раз упоролись. И как-то вот, ну вот да. Плюс там улучшение Siri, она теперь менее компьютерным голосом разговаривает, у нее все более так сглажено. Опять же, машин лернинг полный, она теперь говорит именно красивее и как бы в течение времени будет говорить все красивее и красивее, потому что она будет обучаться. Не у нас конкретно, а вообще среди всех девайсов, так сказать. Вот. Плюс добавили... У нас-то нечему ей научиться, понимаешь? Согласен, согласен. Да мы у нее учиться будем. Вот. Добавили SiriKit. То есть SDK, который позволит другим приложениям тоже классно там обучать Siri или что-то такое. Хотя, наверное, SiriKit уже был, видимо, его просто улучшит. Как-то мне вот так, ну, кажется, что вряд ли. Вот. Собственно, здесь тоже будет SD-карды и USB флеш-драйвы. Это не может не радовать. Вот. Ну и новые всякие именно ПО-шные штуки, типа там в приложении фото будут новые там гриды, на которых будет более классно все показываться. На картах, именно на Apple-картах в рамках Америки будет лучшая детализация, там по дубль ГИСа уже. Вот. И там будет Google Street View, который вот есть, именно ходить по улицам. Вот Apple-овский Street View, как-то он там тоже называется, типа Apple... не вспомню, как называется, Apple Street Watch. Там одним словом, на самом деле, как-то это называется. Он более плавный, чем Google Street View. То есть, они пытаются именно на локальном рынке карт как-то обогнать Google, потому что пока это US-only. Опять же. хорошо на картах, пока будет только в США. Дальше уже, может быть, где-то еще. Вот. И вроде бы все. Может быть, я что-то еще забыл. Вот. Но вот пока, пока то, что я вспомнил. Как тебе? Ну, что я могу сказать? Я сразу скажу, что опять же, если бы я был бы нашим слушателем и зрителем, так скажем, то я, во-первых, бы непременно, непременно использовал iPhone XS, возможно, даже Max. Я бы стопудово Max использовал, потому что после плюски берешь XS и он маленький, кажется. Ну вот, да, берешь, значит, после чего-то что-то и что-то маленькое, кажется, поэтому я был бы, наверное, XS Max и я, естественно, естественно, был бы очень рад тому, что у меня появилась темная тема. Много всяких фич маленьких, но они все маленькие и как-то, ну типа, ни на что не падает глаз особо. Они все... По поводу Siri, даже той же, я очень, говорю же, часто разговариваю с Siri, просто чтобы с самим собой уже не разговаривать и не... В дурку меня не увезли. Вот. И она, ну, плохо слышит еще. Может, это только моя плохо слышит, но вообще она не очень различает нормально слова и не очень хорошо. Даже вот, если ты делаешь запросы в интернет особенно, именно не просто что-то дефолтное, спрашиваешь, какая погода, переводишь баксы там в рубли и так далее, спрашиваешь, сколько фунтов там в футе, вот, а именно запрашиваешь какие-нибудь запросы, просто типа там, Siri, найди мне текст песни такой-то, такой-то. Или начинаешь говорить сначала по-русски и потом по-английски что-то называешь. Она начинает тупить, и одно по-русски, другое. Ну, короче, немножко пока еще машин-леурнинг у них не очень, не очень. Машин-леурнинг. Есть мнение, что это именно для русского. Да я понимаю, я понимаю. То есть, я уже, да, я тебе уже много раз говорю, я не помню, на подкасте или нет, но вот эти модули вольфрамовские, которые именно умные, которые заставляют ее отвечать как бы в попад, они на английском есть, а на русском их нет. Вот, поэтому, когда она будет не костистая на русском, остается только ожидать, как бы, но вот да. Ну, как бы никогда, но тем не менее. Вот, поэтому для меня особо здесь ничего такого, но темную тему я себе поставлю, естественно, и буду радоваться, она же у меня-то будет еще даже на моем iPhone 7, поэтому все нормально. Слушай, она, во-первых, будет, во-вторых, ее можно будет, как обычно, поставить по таймеру, чтобы когда закат, включалась темная тема, вот я себе сделаю именно так. Вот. Прикольно, да. И я там тебе подложил темку, которая называется Checkout Dark Mode in iOS 13, там именно скрины уже. Вот, ну там классно. А ты мне куда подложил это? Ну, в Slack, она в Slack в списке есть, там предпредпоследняя какая-то там, или предпред... Ну, короче, вторая с конца, вот в этом блоке Apple-овских тем. Вот, и там уже видно, что все именно нативные приложки Apple-овские, они уже все адаптированы под Dark Theme, даже и Apple News, который US-only. Вот. И, соответственно, у разработчиков есть тоже API-шка для того, чтобы свои приложения тоже под темную тему адаптировать. Так что, да, вспомнил, есть еще этот, кастомные шрифты теперь есть. Внутри приложения можно теперь не San Francisco шрифт использовать везде, а кастомные шрифты. И на самом деле я это вижу скорее как минус, чем как плюс. Потому что не будет вот этого теперь ощущения, что ты в iOS находишься, в каком бы приложении ты не был. Там будет кто, что гораст какое-нибудь говно воротить, и я к этому прям скептически отношусь. Знаешь, вообще я тебе скажу с вот этой кастомизацией со всей, даже с темной темой будет очень много вопросов, потому что понимаешь же, что не все сразу начнут поддерживать темную тему в своих приложениях. Ты будешь в темноте заходить в приложение, оно светлое, и будет вообще нормально. Ну, это первое буферное время, да. Вот. Но, например, опять же, на Apple же давно уже добавили кастомные клавиатуры. Ты хоть раз ставил? У тебя хоть раз было желание поставить кастомную клавиатуру? Ты хоть раз кого-нибудь видел в транспорте? Ну, ты в транспорте не смотришь на людей. В пивной видел хоть у кого-то кастомную клавиатуру? Вот, мне, понимаешь, мне кажется, просто Apple люди, Apple пользователи, они настолько тупые, что они не ставят клавиатуры. Я, кстати, я не исключаю этого. где-то хоть видел хоть одну рекламу приложения кастомной клавиатуры? Такие-то просто люди даже не знают, не знают. А Apple им обычно и не рассказывает, потому что... Не рассказывают. Не дай бог. Мы как бы сделали, у нас как бы не хуже, чем... Но мы вам не расскажем, где это. Ну вот, да. Поэтому, не знаю. Кстати, новости. Этого не было на DubDubDC, но уже появились новости, что сурсы раскопали. и вот когда вышел XR, XR, у него не было 3D-тача по бреду. Так. То есть он не ловил, как сильно ты жмешь на экран, и вот это вот именно менюшка, которая всплывает у приложек на хоум скрин. Бесполезная функция эта, Миша, я понял. Вот да. Вот ее отменят теперь. Вообще. В смысле, что теперь, чтобы вызвать бесполезную функцию, достаточно будет долго жать просто на Прил. Блин, ну это даже гениальнее, чем вот этот вот 3D-тач. Вот. На тех устройствах, на которых 3D-тач был, он продолжит работать, но будет деприкейтед. Ну, правильно. Короче, не прижился, в общем. Все поняли, что это бесполезная функция. Не прижилось, хотя я вот практически только вошел во вкус и уже отменили. Вот. Ну, как так-то? Так они увидели в статте, что там один Саня Гончаров использует. Да. Скажут, теперь еще и этот, лучше нахрен вообще убрать. Так, когда было ноль, мы думали, что просто стата не работала, а теперь появился один дебил. И как бы уже все, надо как-то с этим что-то решать. Завязывается. Вот. Ну, вот, да. Что-то тебя побудит скачать завтра супер девелопер Бету или нет? Вот если бы оно мне прилетело, как тестировщику Apple, типа, я же в программе. Вот если бы оно мне прилетело... В какой ты программе? Именно девелопер или в паблик Бете? Нет, я в паблик Бете, по-моему. А, ну паблик Бета только в июле прилетит. Вот. Но уже завтра можно поставить именно, ну, как бы заморачиваясь. Ну, вот я хотел бы, чтобы мне, опять же, как тупому паблик Бета-тестеру прилетело бы, я бы тогда поставил. А так вот это заморачиваясь, я бы, конечно, может быть и поставлен, но только ради темной темы, я не знаю, вот какие-то жертвы. Ну, не знаю, что тебе еще сказать. Короче говоря, я-то вот поставлю завтра, мне, ну, как-то что-то... Я думал, ты уже поставил. Нет, еще, по-моему, нет. Еще, по-моему, нет инструкции. У тебя канцелярия, в смысле, вроде, по-моему, уже все накатили. Уже у Вилсакома вышел ролик про темную тему. Нет, я-то видишь, я же не разработчик. У Вилсакома есть просто разработческий аккаунт, за который он сотку платит в год, 100 долларов, и все. У них есть уже сразу, да? Да, 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 у них-то есть, потому что он, словно говоря, как будто бы разработчик. У него же есть даже приложение у Вилсаком, если я не ошибаюсь. Да я понимаю, но когда подкаст выйдет, я думаю, у всех уже эта тема, ну, доступ будет к этому, поэтому подкаст-то выйдет. Опять же, это именно через сервисы. Да, через сервисы. неофициальное говно. Ну, а что поделать? Именно. Ладно, что там дальше у нас? Mac OS? Все, дальше у нас Mac OS, это финальное, что анонсировали, это Mac OS. Это в натуре? Это больше у нас ничего нет? Да, да. В натуре Mac OS. Называется Mac OS Catalina. Это место, естественно, разумеется, в Штатах. Ну, да, это, я так понимаю, тоже там что-то, что-то с горами связано, какой-то именно горный хребет на острове или на полуострове. Это как Гавайи какие-то, нет? Слушай, ну, ты как обычно. Сейчас гугл, сейчас. Давай, Mac OS, Catalina. Они, они здесь на рандомно тыкают абсолютно. А там, они же именно на самой конференции, они ржакали по поводу рандомности, что, типа, там именно чувак, который, кто же там был? Ну, короче, там какой-то из чуваков, который делал демку на то ли айфоне, то ли айпаде, он говорил, что мы здесь именно с помощью машин-лёрдинга попробуем помочь команде маркетинга выбрать название, потому что все же знают, что они от балды просто тыкают любое и всё. И там как раз они, типа, выбирали там собачки, курочки там, ну, какой-то там именно бред. Вот. И да. И Каталина. Да, и вот, ну, они-то и не Каталину выбрали. То есть там ещё Каталину в тот момент не... Остров Санта-Каталина в Южной Калифорнии. А, это Калифорнича, я понял. Не, это всё Калифорния, да. То есть начиная с Мохави, Маверик, с Мохави. Там не выходило за Калифорнию. Это всё в Калифорнии, да, было. Вот, собственно, Каталина тоже, да. Так вот, самое главное киллер-фичи, опять же, это то, что упраздняют iTunes. Смешно. Это то, что упраздняют iTunes и делают три прила. Apple Music, Apple Podcast и Apple TV. Я правильно понимаю, что это касается и iOS? Или... Но в iOS это и так три приложения. Ну, там тоже есть iTunes, приложение. А нет, она музыка называется. Уже миллиард лет. Да, я просто, видимо, живу в прошлом. Да, она называется музыка просто. Она называется просто музыка. Приложение Apple TV тоже есть. Приложение подкаста тоже уже давно есть. Ну, всё, всё. Значит, везде уже разделили, кроме Mac OS. Mac OS всё ещё был iTunes. Да, да. Вот. То есть музыка теперь будет в Apple Music, подкасты будут в подкастах, в Apple TV будет всё, что касается сериала, фильмов и Apple TV непосредственно ПЛАС. Вот. Синхронизация... Я не понимаю, зачем они здесь подкасты выделили вообще? Зачем они про них вообще говорят? Ну, блин, они именно всё ещё гордятся этим, что они, как Apple, там даже Дим как-то сказал, что в тот момент, когда подкасты вышли, они изменили вообще рынок онлайн-радио, что это был супер там прорыв и так далее. Потому что подкасты это вообще именно Apple-овские термины, их вообще не было. До того, как Apple их не сделала, не было интернет-радио как такового и вот таких вещей именно отдельных передач оффлайн. Ну да, да, потому что подкасты изобрели, да. Вот. Поэтому они этим всё ещё и гордятся, но и у них как бы там 700 тысяч подкастов сейчас есть, наш там один из них. Они практически можем повторить. Вот, да. и синхронизация с айфонами теперь будет в Файндере, то есть просто в проводнике. Это же тоже одна из функций iTunes по сей день. Да, да, но это, мне кажется, давно уже надо было сделать, но... Ну, согласен. Кстати, как новость, скажу, что на Винде пока будет традиционный iTunes. Пока. То есть они официально это анонсируют. Он будет всегда на Винде iTunes. Я боюсь, что его вообще деприкейтнут на Винде в какой-то момент. Вот, да, и вообще нельзя будет синхронизировать. Примерно как в Safari. И это будет, конечно, минус жопа. Ну, я думаю, так и сделают, потому что, типа, а что вы пользуетесь Windows? Ну, согласен, согласен, да. На самом деле меня теперь занимает вопрос, если iTunes будет, ну, упразднён и синхронизацию берут в Finder, а Legacy девайсы, простите, это какие? Ну, условно, iPod Touch первого поколения. До сих пор его можно воткнуть в iTunes и он там определится и на него можно музыку скинуть. Так, ну, и скидывает. В смысле, iTunes будет работать, он просто обновляться не будет, наверное. А, я так думаю, что его внутри хотя с музыкой будет сложно. обновишься, его вообще не будет там. Нет, я про, а, ну да, да я всё про свой Windows. Ну да, там, да, не будет. Я именно говорю про, вот как и сами Apple, вот я сейчас подведу, Тим Кук, Тим Кук, а мой iPod Mini, что с ним делать буду теперь? И что вот он мне скажет? Блин, ну. Дружок, оставь себе один MacBook непосредственно со старой версии. Дружок, Mac Pro себе купи. Да, он скажет, сейчас есть супер трейд-ин всякие штуки, ты можешь свой iPod Mini сдать, получить iPod Touch новый, последний. Да, даже без Touch ID, которая говнища, да. И просто слушай больше музыку просто и всё. Блин, ну, это, конечно, хороший вопрос задал, потому что, скорее всего, это не проработано. Я просто вот более чем уверен, что когда ты включишь, он не пукнет даже. Ни то, ни другой девайс у тебя не пукнут. Когда ты на Каталину там обновишься, ни iPod Touch не поймёшь, что ты подключил и что-то куда-то скидывать хочешь. Не этот, фу, iPod Touch, не iPod твой, ну, смотри какой. Да и Touch тоже старый. Так что... Вот, это печалька, именно печалька. Это, как бы, интересно, хорошо просто задал. Практически, ты как чувак в той майке у Blizzard. А я, причём, об этом не поверишь, подумал, вот как только это всё сказали, я сразу, у меня вот этот вопрос возник. Просто у меня есть реально старые девайсы и мне вот, ну, тупо просто... И я практически, как обычно, вынашиваю план с ними походить по прикольщику. Ну, ты, походу, долго вынашиваешь вот уже скоро. Да, слишком долго вынашивал, походу. Вот. Ну, тут дальше говорят, опять же, о том, что можно iPad использовать, как непосредственно выделенный экран. Называется Sidecar. Типа, ну, соседний автомобиль, так скажем. Вот. Ну, это как копы забирают. Смешно, да. У обычных людей. Вот. Потом Super VoiceOver новый сделали. Кстати, VoiceControl, простите, это и на iOS, и на iPadOS тоже. То есть, именно можно голосом очень круто управлять, там именно циферки появляются, ты просто говоришь, там, элемент номер 14 на интерфейсе, там, ну, и все такое. То есть, там, это очень удобно и здорово. Я видел, да, там, типа, гениально сделано. Да, 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 для всех чуваков с ограниченными возможностями, думаю, это будет прям прорыв. То есть, они смогут... Мне интересно, так они бы что, ну, хотя, ладно, все, у меня сразу растворился мой вопрос, почему они это не вмонтируют в Siri же, но потом вспомнишь, что в России просто так тупят и все. Вот да. Может быть, наконец-то и вмонтируют. Вот. Кроме всего прочего, здесь вот я что-то смотрю на MacRumors, и чуть нигде не сказано про Catalyst. Это вот эта хрень, которую позволят, ну, что-то типа фреймворк или из ДКшки, опять же, которая позволит iOS на April запускать на Mac. Ну, то есть, их там надо будет чуть-чуть подрихтовать, но в общем и в целом там плюс-минус несколько движений, можно будет любые iOS-приложения запускать на Mac. Вот. И это, мне вот это прям воодушевило. Мне кажется, это правильное решение. И тот факт, что они смогли это сделать сами, там, без каких-нибудь, наверное, я думаю, костылей, как-то, ну, прилично, это круто, это здорово. Вот, причем, это в основном все фичи, здесь даже нет никаких там, знаешь, как они обычно говорят, что там до 2% лучше держит батарею теперь на новой Mac OS, там и так далее, вот этого ничего не сказано, видимо, не держит, видимо, только хуже, до 2% хуже. Вот, и поэтому они об этом предпочитают не говорить, ну, как бы, что говорить. Ну, на нет и суда нет, как говорится. Хорошо, опять же, если бы у меня было бы, как у наших зрителей, слушателей, много денег, у меня был бы MacBook Pro, абсолютно, я был бы, в принципе, на самом деле, они про многое не говорят, а потом многое подрихтовывают, как ты говоришь, и на Mac OS, там будут всякие вещи, тем более, когда ты новую Mac OS устанавливаешь, тебе сначала туториал делают, там говорят, что-то, все, я потому что устанавливал на Mac OS, новую Mac OS, собственно, на последнюю, ту, которая была, и мне там прям говорили, там фотоальбомы, какие-то говно, там что-то улучшения какие-то, то есть там что-то прям, ну, они делают что-то, помимо того, что они сказали еще на презентации, поэтому, в принципе, вы наверняка будете приятно удивлены, вот, но не знаю, насколько сильно приятно удивлены, возможно, чуть-чуть приятно удивлены, возможно, сильно, не знаю, может быть, вообще в минус приятно удивлены будете, потому что бывают Mac OS, как я знаю, которые выпускаются, ну, с багами и со всяким таким дерьмом. Я просто еще тебе скажу, вот если касаемо iOS у меня нет сомнений по поводу того, что я поставлю бету, то вот Mac OS я не буду ставить бету стопудово, во-первых, потому что опять ScreenFlow отвалится, и мы подкасты не сможем нормально писать, во-вторых, не дай бог рабочее что-нибудь отвалится, и я работать нормально не смогу, в AppStorm не будет запускаться, или какой-нибудь Homebrew там все пакеты скинет, у меня ноды все пропадут и так далее. Вот это все будет неплохо. Это не очень будет, поэтому, конечно, лучше повременить. Если бы у меня был второй какой-нибудь лэптоп, именно для потребления контента, опять же, а не для его создания, вот, то я бы, конечно, попробовал, мне просто интересно, как это все работает, как Apple Music приложение, вот это новое, там, как подкасты выглядят, вдруг там именно в тех подкастах мы зафичерены будем. Смешно. Вот, это да, но вот на iOS я поставлю, пожалуй, потому что телефон мне для работы, ну, никак не нужен, я надеюсь, уже звонить-то он хотя бы будет. Ну, звонить, я тоже надеюсь, что будет. Вот, а там дальше уж как-нибудь, ну, прорвемся, и телега, я надеюсь, будет там работать, потому что иначе минус жопы будет очень сильно, если именно телега не будет работать. Ну, да, да. Ну, в общем, вот, мы так рассмотрели весь вот этот большой пласт информации про Apple. Мне кажется, мы подробнее, чем Apple рассмотрели, у них, наверное, презентация даже меньше шла, чем у нас. Ну, у нас сейчас два часа уже подкаст идет, вот, поэтому две последние темки мы как-нибудь блиц его сейчас рассмотрим, но дело даже и не в них, дело в том, что давай финальную оценку конференции, вот этой презентации, мы уже с тобой вчера договорились, как бы, может вдруг у тебя изменилась оценка после нашего обсуждения? В принципе, нет, я думаю, что так осталось, ну, где-то 7 из 10 я ставлю в среднем. Я ставил там 8 из 10 как шоу, напоминаю, то есть именно как энтертейментовая хреновина, которую просто смотрят люди, даже далекие от Apple, может быть вообще не имеющие ни одного девайса от Apple, ни разу не использующие технику Apple, просто как энтертеймент, потому что 8 из 10 достаточно высокая оценка, я имею в виду, что ты смотришь, ну, практически как немногому кино можно поставить 8 из 10, вот, и это интересно посмотреть, насколько они живо, быстро, там, все классно сделали, ходят, выходят, прям, блин, нагнетают, где-то прям с какими-то эмоциями, где-то там прям, ну, короче, взаимодействие с залом, там, все ржут, или там на всех хлопают, все удивляются, подставки за тысячу долларов, поэтому, 8 из 10, 7 из 10, сама по себе, контент, потому что, ну, вы сами понимаете, инноваций не было, так скажем, кроме, конечно, самое поразительное, вот, самое поразительное, что спросишь меня, и, естественно, у всех будет Mac Pro, вот, естественно, просто из-за цен, из-за того, ну, из-за того, что наворотили, там, такого железа дикого, которое никто, свет не видывал, остальное, ну, ничего не сказать, ну, просто ни про что не сказать, вот, остальное, ну, такие средние какие-то вещи, там, на семерочку, реально, вот, так что, в принципе, в принципе, все. Я могу сказать, что, я, во-первых, забыл про самую главную фичу, теперь снова iOS, когда подходит другой чувак с AirPods, ты можешь на его AirPods послать через команду для Siri, музыку, типа, послушай тоже музыку. Слушай, я оценку изменяю, я оценку изменяю. 10 из 10, 6 из 10 года. Вот, если ты меня спросишь, что для меня было самым майндблойингом, вот, то я реально, я именно между Mac Pro и экраном метаюсь, то есть для меня не очевидно, что из этого меня потрясло больше. Угу. Вот, хотя, наверное, все-таки Mac Pro, то есть, нет, внезапно стало очевидно, когда я на них посмотрел еще раз. На терку-то, на вот это. Да, но если именно из софтварных всяких штук, то больше всего, конечно, вот это вот разделение iTunes на 3 штуки, мне реально интересно, как это сделают. Потому что я-то именно пользуюсь сильно iTunes, я через него музыку все слушаю, собственно, все подкасты тоже я там смотрю, там, вникаю, где там наш подкаст, куда делся. Я именно, я активный пользователь этого дерьма. Вот и посмотрим. Вот, и мне интересно, что это будет. Вот, ночная тема не так интересно, честно скажу. Как бы, ну, ночная тема и ночная тема, но охренеть теперь. Вот, вот именно, да, именно так. Ну, у тебя на Mac, на Mac OSI, ночная тема или нет? Нет, у меня там дневная всегда, и потому что, объясню почему, потому что нету таймера. Если бы можно было по таймеру включать ночную, я бы, естественно, это включил. Вот, но днем сидеть с ночной, мне реально не нравится, я как бы, вот, ну, не Гай Фокс. А по таймеру почему-то, вот, был какой-то скрипт кастомный, но я потом, когда новую SSD купил, я его не перенес со старой, и насрать на него. Сейчас придется загуглить и установить его. Ну, интересно, интересно. Кстати, почему не сделали? Может быть, в Каталине сделают? Опять же, про это, может быть, не сказали, но это сделали. Это же супер мини-фича, которую могли просто внедрить, и потом объяснять, что, чувак, теперь можно это делать. Поэтому, смотри сам, смотрите сами. в iOS я на скринах уже видел, что сразу можно. И это... Возможно, я говорю, в Каталине тоже это сделают, поэтому прикольно будет. Окей. 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 Немножко позащищали Apple. Естественно, я думаю, наши слушатели поставят минус 7 из 10, скорее всего. Они, хоть и у них много денег, но они же не дурки на это дерьмо отразить бабки, правильно? Патреон. Патреон, друзья мои. patreon.com slash ewebdesign место, на котором просто обязательно нужно нас поддержать. Хотя бы двумя баксами, чтобы послушать как минимум наше замечательное блистательное пресс-шоу, где мы готовимся к этому подкасту, еще разминаемся, еще рассказываем какие-то, может быть, истории прикольные, может быть, там выбираем темы интересные. Обязательно, если вы занесете любую сумму на patreon.com slash ewebdesign, то будете слушать, будет у вас доступ к этому пресс-шоу. Ну и там и так далее, в принципе, по возрастанию можно увидеть, какие будут награды, тем более, что мы сейчас их немножко пересматриваем, обновляем, будем придумывать что-то новое, прикольное, поэтому, если не хотите пропустить какую-то такую движушечку, то обязательно на patreon.com slash ewebdesign. В принципе, все. Хочется просто еще добавить, что мы сегодня внезапно пробили, так сказать, 300-долларовый барьер. и нам придется теперь вывозить за базар по поводу первого нашего гола, в котором мы... Не который первый гол там, в смысле, в сборной, опять же. каждый раз. А в которой именно мы записываем, так сказать, ролики, как минимум прощальный, вот, и будем, будем делать, то есть дайте нам какое-то время, нам нужно все равно собраться, там, оборудование купить на эти 300 долларов, вот, и, ну, придумать как-то сценарий написать, то есть, в принципе, я думаю, к осени, тогда же, когда Apple TV Plus выйдет, вот, и наш контент как раз подоспеет тоже, вот, под это все дело, это круто, да, и я тоже, опять же, если бы меня спросили, что самое майндблоинг на Патреоне, я бы сказал при шоу. Ну да. Потому что оно бонус, экстра. Оно экстра, бонус, абсолютно. Я даже, ну, лучше и не скажешь, по-моему, давай перейдем к предпоследней нашей темке. На сайте Ильи Бирмана это известный очень дизайнер, есть такой кейс, есть такой кейс, адресные таблички Челябинск. И действительно, Илья Бирман со своими корешами, чуваками, сослуживцами, коллегами, собутыльниками сделали дизайн табличек. Не сами, конечно, таблички, но дизайн табличек сделали. Как я понимаю, то ли это фотошоп, то ли это инстаграм, но я еще не видел ни одной такой таблички. Я просто не выхожу еще из дома, поэтому я мог не видеть таблички. Вот. Надо чуть-чуть приглядеться, внимательность включить, посмотреть. это инстаграм. То есть, они никоим образом это не заверено было никак. И вообще. это вариация на тему, какие могли бы быть классные таблички для Челябинска. Заценить. От Либермана, между прочим. Значит, для Челябинска пишет, что он создан стандарт адресной навигации и шаблоны верстки уличных табличек. И, значит, использован соответствующий духу и истории города шрифт мотор 4F. Вот так по-русски. Мотор 4F. Суровый индустриальный гротеск с характерными по конструкции буквами ДЛКЖУЯ. То есть, эти буквы прям отличаются в мотор 4F прям жестко, серьезно. Вот. Суровость проявляется и в особенностях верстки. Текст набирается без оптических компенсаций. Литера отделяется дефисом. Симметрия и прописной набор отсылают к советской традиции. И действительно, выглядит как вот в натуре какие-то очень такие советские, может быть, даже номера какие-то на запорожцах были такого цвета черного, военные. Вот. Военные запорожцы знаменитые. Армия военных запорожцев. Вот. Это что-то украинское такое. Вот, короче, значит, вот действительно, примерно такой шрифт у них вообще. Да и, по-моему, вообще очень похоже на номера автомобильные, я имею в виду. Вот. Кварталы. Значит, адресные таблички показывают направление нумерации и дома на краях квартала. То есть, на самих табличках, так как Илья Бирман разработал, в принципе, полностью, вот как это будет в городе, не просто, типа, номера и название улиц, а как вот предложил, как интереснее бы оформить, чтобы было даже какие-то подсказочки, может быть, на этих табличках. И вот, например, нумерация домов вот в этом квартале. Здесь вот нарисована, опять же, табличка, улица Пушкина, и, типа, это 56-й дом, сейчас мы видим, но если туда идти направо, то 48-е будут там, ну, то есть, назад, а 58-е вверх будет. И сразу понятно, как идет нумерация, то есть, в какую сторону. Не надо идти от дома к дому, чтобы понимать, все-таки вверх или вниз она идет, или куда, или как. Значит, что еще? Иногда улица меняет название по ходу. Это дезориентирует. На карте одно, на домах другое. По новому стандарту в радиусе квартала от перемены названия на табличках появляется подсказка. Здесь в натуре внизу, внизу проработано, что можно под улицей применить некую подсказку, во что переходит проспект Победы, например, переходит в Новоградский проспект. Хорошо. Еще могут быть какие-нибудь справочные сведения, то есть подготовлены таблички для этого сверстаны, что может быть под улицей и домом, номером дома какая-то справочная, типа, до 1960-го улица Спартака это была, например. Ну, то есть какие-то прикольные такие справочки, это интересно, в принципе, может быть. Дальше, параллельность улицы. Ну, бывает такая тема, что дом, у него там адрес проспект Ленина 61, да, а на самом деле он стоит на улице Васенко. И есть дополнительная табличка разработана, чтобы показывать, на какой именно улице он стоит, она с черточкой, она подчеркнута именно, что на улице Васенко стоит проспект Ленина 61. Ну, бывает такое, то есть для удобства тоже сделано. Вот. Короче. Удобно вообще базар, Здесь, кстати, он еще рофлит, что везде сокращено слово улица до ул. Это, говорит, дополнительного брутализма, дополнительной суровости придает именно табличкам в Челябинске, поэтому везде ул Энгельса. 77А, например. Вот. Что еще интересного? Да, в принципе, и все. В принципе, и все. Размещение табличек, ну, здесь он рассказывает, он на самом деле здесь рассказывает такую тему, что в Европе и в России по-разному вот это расположение подписывают адреса и дома, и улицы, это интересно. Интересно. Новый стандарт объединяет российские и европейские традиции, повышая информативность табличек. Разрешается подписывать и адреса домов, и улицы. Можно подписать улицу, даже если адрес дома по другой улице. Я сказал. Угу. Ну, в общем, прикольно. Прикольно. Тебе как? По стилю? Пока что. Вот мы смотрим. Слушай, мне, во-первых, нравится то, что есть еще, вот он пишет здесь, типа, вот неочевидно, бывает во дворах, и вот есть именно большие таблички, где там крестиком, типа, вы находитесь здесь, и там же написаны номера домов, которые внутри дворов. Вот это прям реально, это, ну там, ладно, там где-то просто, ну там, красиво нарисовали и так далее, а это еще и суперинформативно, и это, блин, это очень круто. Что касается шрифта, реально брутально, ул, это прям, ну, круто. Сам факт вообще черно-белых табличек тоже брутально и круто. Сам факт того, что показывают следующие, предыдущие дома, круто, но не дай бог что-нибудь построят, придется менять, менять никто не будет, будет устаревшее, будет как бы, ну, не очень. Вот, но, в общем и в целом, конечно, если вот это все именно поддерживать, то, то круто, то вообще очень круто. Ну, в принципе, мне нравится подход, как-то достаточно, минималистично, без каких-то наворотов и сухо, прикольно так, как-то, я не знаю, ну, короче, я думаю, имеет место быть, но не знаю, что бы на это сказали люди, которым надо, типа, а давайте повесим сейчас таблички, что бы они сказали на это. Они бы сказали, давайте, короче, 1 миллион на табличке и 1 миллион нам и 2 миллиона, я долларов, естественно, я имею в виду, и тогда все будет нормально. Там вот, где Sony Кривой 40, это 67-я? Да, да, да. Красиво. И такого не было, я просто видел, типа, ну, 67-ю, для меня это несложно, так сказать, но там не было этой таблички, поэтому вроде как это фотошоп и инстаграм. Да как бы тут даже и сомнений не было, опять же, что фотошоп и инстаграм, я это не об этом даже. Я именно о том, что... Что школа красивая? Ну, это же лицея теперь. Так что... Она типовая. Вот эта лепнина, которая на ней, такая же, как у начальной школы, вот недалеко от моего сейчас дома, который в инстаграм выкладывал. Я просто сейчас это увидел и осознал, что, похоже, они либо в одно время строились, либо, как бы, ну, реально, они что-то типа, типа, вот такого проекта. Ну, да. Да. Интересно. Ну, это интересно. Это даже не очевидно для меня было. Как-то я... Офигел? Увидел и офигел, да. Если бы, блин, так сделали, было бы круто. Тут просто еще фотографии какие-то очень сочные. Да, сфоткан так, как будто не Челябинск. Тебе уже говорили. Не сильно отфотошоплено. Вот, например, красное 38, вот это вот кирпичное большое здание. Это здание, я так понимаю, одно из корпусов аграрки. Ну, то есть, это на красный между Лениной и Соней Кривой. Вот это оно, кажется. Но оно, на самом деле, я тебе скажу, и в реальной жизни смоется так, как будто это не в Челябинске. Ну, согласен. Если его HDR-но, опять же, сфотографировать, как бы там подтянуть что-то сюда, оно круто. Я просто о том, что тут по низу видно, что оно как бы грязное, реально, что это не фотошоп и не инстаграм. Вот. Но все равно какие-то такие именно подобранные углы, какие-то такие планы, что как-то даже и гордостно. Вот, например, проспект Ленина 71, там где Пеплас. Вот. Мне кажется, там нет такого штукатурения красивого здания. Хотя вроде оно тоже не сильно красивое, там вот где снизу побелено, как деревья, опять же. Три кирпичика, так скажем. Вот. Там по... Ну, на верхнем ряду прожилки красные. Ну, как-то, короче, видно, что вроде, ну, не идеально, но все равно при этом классно сфотканно, красиво. Мне понравилось. Мне еще вот просто само оформление кейса мне очень понравилось. Даже там, где проспект Победы 400 дробь 5, как бы вот, слева. Там даже вот краска откололась, а это все равно как-то так атмосферно она откололась, что прям был лишь... Ну, видишь, то есть умеют преподнести, понимаешь? То есть, так Челябинск еще сложно сфоткать, чтобы он вкусный был. Я просто сейчас смотрю, где Пушкина 56, не понимаю, где это. Я догадываюсь, опять же, что это около меня. Вот. И это, видимо, уже когда к Ленина подходишь, вот если стоять на эту табличку смотреть, то слева Ленина будет. Вот это последний дом перед Ленина. Наверное, как-то так. Потому что я что-то сейчас вот пытаюсь визуализировать, и вот именно этого дома я там даже и не помню. Ну, не важно. В общем, да. Круто. Илье Бирману респект. И я так понимаю, он сейчас не живет уже в Челябинске. Ну, скорее всего, нет. так скажем, родину свою и не забывает свои корни, помнит, есть вещи на порядок выше, слышишь. Слышишь. Я нашел Пушкина 56, и ты бы удивился, на самом деле. Это просто здание, которое около детского мира, короче. Ну, я и говорю, первый последний дом. Там, где Сабвэй, напротив Сабвэя, очевидно. Я его и имею в виду. Я же сказал, последний дом перед Лениным. Ну, вот, короче, да. Ну, да, я, в общем, узнал. Кстати, там у него именно на главной, если посмотреть, у Ильи Бирманру, я как-то захожу на адресные таблички Челябинска, короче, там именно на главной, в сам Бнейл, будем говорить, там фоточка, которой нету в самой статье. Там Пушкина 53. То есть, это как раз напротив, я так понимаю. Это там не Сабвэй, вот этот дом. Хотя, это я точно не знаю. Может быть, и не он. Вот, но его нет в самой статье, а в качестве сам Бнейла он там есть, такая микропасхалочка. Интересно, прикольно. Ну, все, что, можно с этим, с этой темкой, так сказать, распрощаться. Давай, Икея. Давай, да, Икея. У нас сегодня есть темка с виси.ру из темы маркетинг. Звучит она так. Икея создала гостиная из друзей, симпсонов и очень странных дел для новой рекламы. Достаточно вспышечно, вот. Особенно с учетом достаточно тупо, что эта реклама, это именно в Эмиратах сделано. в той стране, в которой, казалось бы, наверняка никто не смотрел, ни друзей, ни симпсонов, не очень странные дела. Ты недооцениваешь? Ну, реально, как бы, как-то максимально это тупо, на мой взгляд. Вот. Но, окей. Собственно, Икея воссоздала интерьеры, но из уже новых собственных, так скажем, предметов интерьера и мебели, которые сейчас есть в продаже. Вот. И, ну, первое, это, собственно, друзья. Вот. Если посмотреть именно, ну, как бы, туда-сюда поскролить к референсу, похоже, ну, так скажем, где-то на, не знаю, на 6 из 10 похоже, может быть, ну, на 7 из 10. То есть, какой-то все равно именно супер олдскульный шарм есть именно у Друзевской, так сказать, Друзевской. у Друзешной, так сказать, квартиры. Вот. Мне в глаза, опять же, бросилось именно вот на новой вот этой икеевской штуке. Мне в глаза бросился, во-первых, столик лак, у меня такой же, только черный. Вот. И вот обрати внимание, вот столик и под ним, под ним, вот эта вот штучка, типа, ну, для журналов или там, ну, как бы второй столик под ним. Понимаешь, да, о чем я? Полочка, да. Да, полочка. Вот здесь она у них прикреплена ближе к низу. В самой инструкции икеевской к нему она была ровно посередине. Так, ты хочешь сказать, что... сделал именно чуть-чуть ниже, чем середина, но не настолько в пол, как она тут сделана. И вот у меня теперь вопрос, а ты бы как сделал? Она именно просто вкручивается саморезами, куда вкрутишь, там и вкрутишь, там нет пазов под нее. Я бы сделал максимально в пол, потому что чем больше места, тем проще туда что-нибудь поставить. Да, но ты пол под ним не можешь протереть. Не только отодвигать его. Ну да, но он же в принципе не сильно тяжелый. Ну, если только ты на него что-нибудь тяжелое не поставишь, тогда нет, он, разумеется, очень легкий. Он максимальный запилок сделан, как ты видишь по цене. Да, но это... Ну это, не знаю, это вопрос такой, но, наверное, похрен его знает. Я бы, наверное, отодвигал, но я бы, наверное, и не протирал ничего поэтому не похрен. Что-то как-то... Я, в принципе, ожидал сразу от тебя этот ответ, но почему-то ты его не сразу сказал и застал меня врасплох, что я все-таки заржал, когда ты его сказал. Вот. Ну, я почему-то подумал, что от толку туда что-то именно большое. То есть это традиционно это журнальная полка, она и не должна быть высокая. Что туда можно высокое поставить? Опять же, если это что-то высокое, то оно тяжелое, а нижняя полка, она именно тоненькая, и я бы на нее сильно тяжелое ничего и не клал. Вот. Поэтому, ну, короче, это просто вот всплыло. И обратив внимание, на переднем столе лежит книга «Ikea Design», которую я тоже в «Ikea» недавно как раз купил. Она очень классная, я прочитал где-то 85% и забросил, как лох. Надо будет дочитать. Вот, кстати, Алина ее прочитал полностью. Вот. И там именно интересная история о том, как «Ikea» там вызовы принимала, и там, знаешь, про несколько именно, тупо несколько предметов из, вообще, из всего ряда, так сказать, «Ikea» модельного, и там прям про них эпичные истории практически, что они там через стужу шли, чтобы только вот этот стол стоил именно 95, а не 195, но при этом оставался классным, там, божественным и так далее. Кстати, вот расскажу из эксплуатации этого стола. Я полил как цветок, который на нем стоял именно, и я обрызгивал еще опрыскивателем, вот, чуть-чуть намочил торец, и он весь отклеился нахрен. Ну, через стужу шли. Да, да, через стужу шли, поэтому вот отклеивается просто от малейшей влаги, отслоилась сразу именно вот эта каемочка, там сразу у меня эпилки прям живые на меня высыпались, но я шучу, не высыпались, конечно, они как бы там, я это дело не запускал, я это сразу проклеил все моментом, прям желтым, который мохать надо потом после этого, вот, и нормально, теперь стоит, держится, но теперь я на нем уже растения не поливаю, то есть все-таки ДСПшная мебель это не то, на чем надо поливать растения, потому что вот комод Брименс, который как у тебя только белый, я тоже рядом с ним поливал цветок, и он именно левой, как так сказать, стеночкой, он стоял чуть-чуть в воде, и он тоже весь размок, и у него именно как нога вспухла, если долго не вставать, вот как у меня сейчас на подкасте вспухло, вот так же у комодов вспухло, и к сожалению, ничего с этим не сделать, только новую доску купить и пересобрать, то есть именно ДСПшная мебель лучше не мочить вообще сильно, потому что она сразу себя неадекватно ведет, это конечно беда, в принципе верится, да, верится, вот, дальше у нас идет гостиная из сериала «Очень странные дела», я, кстати, не знаю такой сериал по бреду, ты в курсе такого? Ну, да, «Stranger Things», он по-английски, ну, «Stranger Things», пожалуй, слышал, но все равно не смотрел, поэтому, конечно, к сожалению, да, здесь опять же, ну, подожди, давай так, тебе из «Друзьевской» что-нибудь вообще узналось, как-нибудь, что-нибудь вообще, какие эмоции вызвало? Прикольно или нет? Прикольно, что вас создали, ну, как бы, «Друзьевская», оно более, как бы, так сказать, «Жиза», знаешь почему? Не потому, что, на самом деле, вот, типа «Икеевская» должно быть уже более «Жиза», вот, на 2К19, то есть, все же сейчас у нас уже «Икеевская» практически, но, как бы, «Друзьевская» более «Жиза», мне кажется, потому что, я просто смотрю, и это может существовать в квартире, то есть, точнее, такая квартира может существовать, потому что, вот, именно, все не однотипное, а «Икеевская» все однотипное, и ты смотришь, и вот в натуре стенд, вот просто, зашел купить, а в «Друзьевской» все-таки жить охота, больше, потому что там и столик не такого стиля, как стулик там и так далее, вот, поэтому, а в «Икеевском» ну, все такое, как будто я в натуре в лабораторных условиях нахожусь. Ну, согласен с тобой, я, кстати, еще одно дерьмо узнал, на комоде стоит маленькое кашпо, беленькое, вот у меня таких четыре штуки, только они разных размеров, побольше, чем вот эта маленькая, вот, но да, тоже так сказать. Так у тебя и подставка есть, вон, которая у дивана, только стеклянная, у тебя же была какая-то такая подставка. Ну да, но она другая, не эта моделька, у меня белый, вот он стоит, как раз я на нем вчера конференцию смотрел. Ну, то есть, я помню, что что-то есть похожее. Вот, да, ну, видишь, оно, ну да, я не вспомнил сам, потому что оно похоже на другое, функционально такое же, а так да. Вот, в Stranger Things вообще ничего не бросается в глаза. А тут книжку-то хотя бы положили? Книжки нет, лак столик опять же есть, но он квадратный, то есть, он двух видов есть, вытянутый и просто квадратный, вот тут просто квадратный, именно маленький, метр на метр практически, точнее, 50 на 50 наоборот, или звонок. И ты думаешь, книжка, она как лирический герой везде присутствует? Что-то не вижу. Она должна быть, мне кажется, вот там, где 35 цифр написано, вот там, вот под цифрой 35 какая-то темно-синяя книжка. согласен, может быть, это тоже она, да-да-да. Ну, прикольно. Здесь сложно оценить, потому что на кадре из очень странных дел не вся, как бы, не с того торца сфоткана. Тут с другой стороны, да. И тут, ну, типа, просто прикольно. Вот они придумали, на самом деле, как она выглядит, и в Stranger Things даже и не было, как это было. Вот да, скорее всего, так и есть, на самом деле. Ну, хорошо, хорошо, окей. Кстати говоря, вот стеллаж Билли, который вот здесь есть, в Stranger Things, ну, который 295, стоит. Вижу, я вижу. Вот, Билли, это именно легендарная серия, про нее в книжке тоже было написано, как через стужу шли, ее придумывали. Просто у меня, мне кажется, просто Билли и бывают, просто мне кажется, у меня вот эта хреновина узенькая. Да-да-да-да. Да, вот это тоже Билли. Просто именно Билли, это серия, и их именно много, да. То есть, вполне возможно, что у тебя тоже Билли, и, возможно, даже у меня, те белые, которые в спальне, тоже один из них Билли. Не знаю, не готов ответить. Да, возможно, кстати. Вот, и дальше Симпсоны, очень мультяшно выглядят, то есть, они реально очень классно вас создали, я даже не знаю, за счет чего такая мультяшность, то ли за счет просто розовых стен и зеленого пола, ну, то есть, просто такие кислотные цвета, вот, то ли за счет того, что мало предметов в целом, ну, то есть, реально, один торшер, одна тумбочка, диван, коврик и картина, все. Ну, там, на тумбочке телефон, там, лампы. Из-за того, что оно тут еще более лабораторно, чем предыдущее, но как-то даже, ну, не сильно бросается в глаза. Кстати, уважаемые слушатели, извините, что мы, как бы, ну, не можем вам описать это все максимально в красках, это последняя темка, дайте нам скидку. Вот. Хотелось, просто очень сильно хотелось обсудить. Посмотрите, пожалуйста, на Ютьюбе, чтобы получить, так сказать, полный экспириенс, потому что, ну, как бы, да, мы понимаем, что мы и аудиоподкаст в том числе, но, ну, блин, реально хотелось. Все-таки мы про дизайн здесь немного. Так что, да. Вот. Ну, картина прикольная. Я смотрел, она называется Ховста. Вот. И я, если честно, именно для зала я присмотрел как раз серию мебели Ховста. Она уже не ДСПшная, она деревянная. Ну, потому что как-то надо солидно все-таки уже все делать. Вот. Чтобы обливать здесь водой, просто все ходить. Правда, дерево тоже имеет свойство рассыхаться и размокать. Но я думаю, хотя бы, хотя вот именно, да, но потом как треснет, как я доску купил раздевочную, оставил ее в луже воды, она просто треснула там во всех местах снизу, и нормально мне. Так до сих пор стреснутая доска и живу, потому что она стоила там, ну, дорого, короче, она стоила, мне просто тупо обидно. Вот. И поэтому Хавста она называется. Может быть, вот это Ховста и Хавста это одно и то же. И тут именно эта деревянная рама за 39. Вот. Ну, красиво, прикольно. То есть, ну, я даже не знал, что в Икеа есть именно большие рамы. Я знаю, что рамки для фотографий есть, большие рамы для картин именно не видал. Угу, угу. Да, прикольно, согласен. Ну, в общем, мне тоже понравилось. У меня на сегодня все. У тебя все, у нас есть еще несколько, так скажем, движений, которые нам надо сделать. Угу. Первое движение, это, во-первых, у нас обойка сейчас сначала, насколько я помню. А давай сначала патронов назовем. Обойку хочется прям, прям сильно под занавес. А у тебя открыто? Ну, я открою, мне недолго открыть. Так давай. Вот. Я тебе уже можешь. Прочитаю, да, актуальных патронов. И сегодня, поскольку первый подкаст месяца, я назову вслух тех, кто не занес все еще, у кого там или просрочились карточки и так далее. Причем, это не будет акт пристыжания, пристыдания. А вот, например, Костя опять же говорил, что ему патриот ничего не огласил. Патрион, в принципе, не запаривается с оповещением патронов о том, что они больше не патроны. Вот. И это как-то странно, это не очень приятно, поэтому сообщим тем двоим, кто еще не дозанес, о том, что они не дозанесли. 40-долларовые наши патроны Макс и Илья Карпук. Илья Карпук, кстати, вот только сегодня как раз занес. Спасибо ему большое. Новоиспеченный, да? Да, новоиспеченный. 20-долларовые Константин Гончаров, Иван Мерзавцев, Никита Ларк, Антон Шувалов и Ярослав Мудрый. Спасибо вам, пацаны. 10-долларовые. Михаил Пармел, Палмер, Граф Абалмасов, Ануар Балгимбаев, Дмитрий Казарцев. Так, я просто еще пытаюсь в порядке, так сказать, важности. Мистер Кор, время уходит, Бед Эс и Дмитрий Горбач. Чуваки, большое вам спасибо. Вы няшки. 5-долларовые. Титус, Антон Потапенко, Геннадий Хатавицкий, Михаил Эрви, Евгений Бойцов, Иван Сухин, Саша Джазов, Миша Хохлов, Явеб, Илья Евсеев, Антон, Сэм Белов, Алекс Яценко, Андрей Чиг и Эльмира Халилова. Вот. Ну и, соответственно, есть еще Рома Фролов и Владимир Анохин, которые тоже 5-долларовые, но они не выбрали награду, но я уже им написал, они уже на все согласны, поэтому только-только ждут отправки. Вот. Что касается тех, кто не заплатил, это Владимир и Андрей Унгер. Это наш 2-долларовый патрон. Мужики, если слушаете, вспомните о том, что у вас что-то с карточками, что-то не прошло. Вот. Будем благодарны, если как бы вы решите этот вопрос, хотя нам все равно уже Патреон это заплатит только в июле, потому что он выплату делает до 5-го числа. 5-е число уже завтра. Уже даже сегодня, если на часы посмотреть, время 3 часа ночи, как раз 5-го июня. Вот. Поэтому это в любом случае уже по вашему желанию. Как занесете, так занесете. Мы это уже получим примерно никогда. Поэтому. Ну да. Спасибо вам большое. Спасибо всем, кто донатит. Теперь обойка. Давай. Обойка. Что мы здесь видим? Я для слушателей скажу. Очень умиротворяющая атмосфера, абсолютно. Озеро, ёлки, горы. Вот. Такое чувство, что мы такую же обойку рассматривали в прошлый раз. Слушай, нет. В прошлый раз там именно было горное озеро. А, ну тут тоже горное озеро. Ару. Но немного другое. Там было именно... Немного другое. Короче, это выглядит, да, вся картина выглядит так, как будто это именно, знаешь, я, возможно, уже опять же это говорил, и мы уже по старикам повторяемся. Выглядит как музыкальные волны, вибрации такие, если их изображают где-нибудь, например. Вот. И прям такое чувство, что прям суперумиротворяющая хреновина. И хочется прям лежать на этой воде и прям идти по ней. Вот. И, короче, я думаю, что подкаст это скорее всего все-таки озеро вот это. Озеро. Ну, вода, как вы понимаете. Про Apple разговаривали три часа, поэтому все нормально. Вот. В принципе, это моя версия. А у тебя какая? Сейчас скажу, у меня не было. Я ни разу не слышу, чтобы ты говорил про музыкальные именно штуки. Ну, ты сейчас увидел это, про что я говорю? Ну, конечно, конечно. Я в любом случае понял, о чем ты. Подожди. Подожди, подожди, подожди. Ты про деревья? Ну, в принципе, все. Вот если ты возьмешь и горы, и деревья, и отражение их, у тебя будут как бы такие волны, которые вверх и вниз. Ну, да, да, да. Я понял, да. Слушай, теперь вижу. Я думал, именно то, что по волнам, потом я смотрю, здесь идеально ровная гладь, и я понимаю, что что-то не то. Вот. Слушай, ну, наш подкаст, это, я-то, ты же понимаешь, я люблю, ну, как бы, когда наш подкаст, это пики горные. То есть каждый выпуск это вот этот, ну, как бы, очередная гора на этом хребте. Вот. Какие-то повыше, какие-то пониже. И как бы, ну, примерно, в общем, то, что и ты сказал, но мне вот то, что оно вниз уходит, мало волнует. Я вот как бы вверх только стремлюсь. Вот. И я считаю, что наш самый высокий подкаст, он где-то еще впереди. Это как, когда, я, знаешь, люблю на собеседованиях, на работу, когда они спрашивают, какой вот самый ваш лучший проект, я всегда говорю, следующий. Вот. Потому что вот следующий наш подкаст будет самый лучший. И вот мы его здесь не видим, он где-то вот там. Дальше он будет еще выше и белее, так сказать. И воздух там будет еще более разреженный. Красиво. И никто не узнает, что мы без бензика уже записываем, как бы, и нормально. И тянем все равно как-то еще, как самолет Ку-7. Да. Спасибо. Спасибо всем, кто сегодня нас слушал, смотрел. Кто слушал, обязательно посмотрите, это более полный экспириенс. Мы настаиваем. Кто смотрел, обязательно послушайте. Да, кто смотрел, обязательно послушайте. Потому что, в принципе, в аудио тоже, как по Микеланджелу, отсекается все лишнее. И, в принципе, по-другому немножечко воспринимается. Поэтому обязательно послушайте тоже как-нибудь, попробуйте на досуге. Это просто освежит, так сказать, впечатление. Вот. Подписывайтесь на нас везде, где можно подписываться. Увидимся уже, я надеюсь, через неделю. А уже ничего через неделю Никита не помешает? Е3 нам не помешает через неделю. Да, вроде нет. Ну и слава богу, оно как-то там будет, видимо, буферно вклиниваться и так далее. Так что да, увидимся через неделю. Все ритуалы по подпискам и комментариям вы знаете. Так что да, пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok